все друзья добрый вечер открываем наш эфир стрим сегодня у меня как говорили до обзор на жену обзор на жену гостях ирина в гостях сегодня поговорим про автомобили естественно но и в том числе с учитывая то что мы с ириной 25 лет вместе это не только жена но и водитель и друг товарищи и брат и мать поэтому все вопросы по касательно семейной жизни и так далее можно попробовать ответить значит как нас слышно давайте убедимся в том что все в порядке не микрофон немножко близко наверное надо чуть сдвинуть раз раз принято до эфира у нас уже начался эфир значит друзья мы сегодня решили поменять картинку потому что неоднократно были комментарии о том что обзор кухне надоел и хотелось чтобы был обзор море потому что за спиной было море был закат но это все было вот в 7 вечера который мы упустили и надо было конечно сегодня начать эфир в 7 вечера тогда мы прям вот ушли бы в закат это было бы красиво а так на самом деле у нас получается только кривой горизонт ржавый стол цветы с которыми я вчера встретил жену в аэропорту традиционные цветы и собственно говоря вот все что за нами есть даже люди могут предположить что мы где-то просто каком-то складе сидим в коньково где-то не какое-то не море но тем не менее мы рискнули провести эфир вот из уличной атмосферой потому что у нас здесь две лампы которые так опасно шевелится и может быть что-то конечно упадет на вам тем не менее будет веселее статика эфира на нарушится и я начинаю читать ваше сообщение питер киев латвия ну раз все пишут даром у нас пишет из ирландии ну все в порядке добрый вечер все отлично слышно всем спасибо сочи москва так и теперь наверное стоит начать с вопросов об автомобилях раз уж мы с тобой этим вопросом не готовились конечно никаких вопросов не задавал потому что я просто сказал что сегодня будет вот эфир и давай мы его все-таки проведем да а почему ты помнишь почему вижу видео у меня же был анонс в телеграме нет почему потому что ровно два года назад день в день мы забирали теслу вот у вишнего и мне фейсбук это напомнило я решил что мы давно собирались провести вместе эфир это связано должно быть с автомобилями но вот сегодня наверное будет самое подходящее время и так как мы на улице так как у нас уже не май месяц и я думаю это тот случай когда можно позволить себе бокальчик вина оделись может теплее наверное можно было 1 сидеть в какой-то одежде попрохладнее но учитывая то что дальше непонятно что ветер дует решили заранее чтобы не ходить переодеваться вот так вот утеплить хотя днем у нас там но под 30 до все равно продолжает быть по 30 кто-то написал сегодня что озвучивайте вино которое будете пить а я на самом деле не такой специалист по вину но тем не менее так как вопрос все равно возникнет вино итальянское ничего особенного я думаю в нем нет но как-то вот больше пристрастий к итальянскому несмотря на то что живем в испании примитива di mandura manduria называется это вино я думаю сейчас но немножечко у нас постоит потом его попробуем и скажем как она на вкус у жены-любители лексусов конечно же алексос пишет владимир санкин но к этому мои соколиная гора москва с вами пишет серго капковидзе очень печально сказал ирина потому что мне сейчас нет лексуса и лексуса даже давно уже нет но как давно ну да вот в испании здесь было несколько гибридов были последние ну да но почему лексус нет потому что какой-то произошел временной разрыв понимание того что хочется именно лексус новый может быть и хочется но излишне дорог а если он чуть постарше они как-то очень не технологичные электричек нет никаких лексус ну давай начнем с первой машины своей вот я тебе сказал я тебе задам вопрос люди тоже прошли какая первая машина была у ирины какая первая машина диутика маленькой диутика была первая машина на автомате очень она мне нравилась она была необыкновенного цвета какого-то такого розового золотой цвета золото с розовыми что такое было между нет ну она с отливом легким но машина была золотая да с розовым отливом как будто ты еще сказал машина как для девочки вот и на этой машине это была моя первая машина почему такая сложная была я тогда ничего не понимал в этих машинах ты помнишь мы с тобой зимой она и не заводилась и свечи мы на ней прокаливали мне надо было ехать сразу перешла к самому интересному да ну а потому что такие воспоминания меня ней я сейчас просто объясню чтобы зрители понимали диутика эта машина класса типа аки но корейская четырехдверная четырехдверный то есть маленький хэчбэк у нее по моему 12 дюймовые колеса но она была богатой комплектации она была автомат был автомат кондиционер велюр она была корейская и у нее был маленький пробег конечно она была куплена не новая это была первая машина и расскажи что мы она была карбюраторная двигатель бы один литр по бону они или 08 там вот 33 цилиндра по мотор и карбюратор связи с этим собственно говоря и происходили все нюансы которые были связаны с тем что мы заводили эту машину зимой ну какая версия была надо было ехать постоянно в институт каждое утро я выходил машин не заводилась я бежала вот так вот выпучив глаза домой ярослав ярослав машина не заводится это сон и там убегал на босы ногу ботинки потом мы с тобой бежали домой и выходил с паром из рта прокаливали свечи я помню даму если свечи прокаливали потом я ехал все время куда-то опаздывала неслась потом мне стало намного потом я приучилась к этой машине я выходила заранее на полчаса гуляла собака пыталась ее завести если машина заводилась я около гуляла собакой машина была заведена я потом шла домой отводила собаку ехал в институт то есть мы настолько старые настолько давно вместе чтобы вместе прокаливали свечи вот вам новый такой вот момент да то есть у вас есть женщина знакомы с которой вместе прокаливали свечи напишите в комментариях но тем не менее машина заводилась я просто переливала потому что ирина нажимала на газ и ты просто заливала свечи и поэтому я недовольный выходил в холлак не поэтому а почему почему мне кажется потому что это такая машина или потому что она как всегда была с нюансами как всегда как у нас все нет ну вот справа как раз по этой теме спрашивает антон ким передает привет и сербии эту машину верения ярослав подбирал ну конечно подбирал ярослав безусловно причем первая машина что я маленькая и мне нравятся маленькие машины но это совершенно не так мне до сих пор самому нравится маленькие машины и когда я купил эту машину если ты помнишь ты так как сказала ну хорошая симпатичная нравится но все-таки хотела типа гольф или что-нибудь как-то посолить я помню я на этой машине гонял показывать ему посмотри-ка на едет смотри какая на меня так не сходить ты говоришь это глупо выглядит ты на ней гонял постоянно всех светофор доказать пытался мне доказать она резвая именно так и вел себя ты видел других модерна других смотрел вот так вот обязательно стартовал каким-то вот видите да прогазовкой специально чтобы показать какая машина резвая быстро как она здорово ездит после тика пишут пошел матис да верно матис пошел как раз после тика это был на матиза у нас уже не было это уже были другие годы училась ты ездить спрашивал человек в телеграме на каких машинах и кто учил давай расскажешь свою историю давай конечно меня я училась в автошколе у меня был инструктор я взяла у него 10 занятий как положено потом помочь и доплатили есть на пятерке шестерка какая-то была раздолбанная слушай я не присутствовал при этом при этом какая-то пятерка или шестерка раздолбанная точно помню что на ней мне было очень некомфортно там сиденье было в одном положении почему она как-то падала а поскольку я маленького роста просто держи до кого-то маленького роста мне все время было неудобно доставать до педали а сиденье было в одном положении как-то полулежа я на этой машине ездил с большим трудом мои воспоминания такие это не про какую автошколу не хотел рассказать я хотел сказать что у тебя кстати мы же тебе покупали гольф 2 на котором ты так и не поездила ты помнишь это моя первая машина была гольф 2 она была куплена тебе белого цвета я не сел ни разу 3 это было гольф 2 начинилась постоянно она была мне как как первые машины и купили но ну да я стоял около подъезда они на ней никто не ездил у меня было 3 честными у меня был 3 гольф ты на нем попыталась поехать помнится у помойки протаранивать литой диск погнула на нем не около помойки ладно у тебя будет гольф на попроще появился 2 гольфом стояла подъезда а потом кто-то у меня взял его поездить помнишь был у нас такой знакомый забыл его фамилия который брал машины и не отдавал ни машины не деньги у нас взял вот этот вот товарищ эту машину который потом пропал из нашей жизни как раз по этим причинам и он забрал эту машину так она и не стала твоей куда-то он ее там сплавил она стояла тогда ровно 1000 долларов ровно 1000 долларов стоил тогда гольф 2 очень крепко ухоженный он и тогда уже выглядел не очень но он был такой крепкий за 1000 долларов такого гольфа взял бы с удовольствием он был такой хороший ну на нем ты не поездила давай попробуем вино и перейдем дальше к вопросам добрый вечер добрый вечер добрый вечер и вам добрый вечер не пила я это вину я тоже не пил я на пробу его взял пахнет приятно да да кстати хорошего на удивление и но нельзя сказать что она из элитных она просто хорошие итальянское вино она и ножки приятные я даже не буду говорить цену будешь мне ругать недорогое не буду я ругать я знаю цену ты не сказал так вот пишет опять серго капковидзе вы супер я жену научил заводить пускочем сяоми выручал много раз а ты умеешь заводить машину пусковым устройством нет конечно же пускозарядкой но она не зарядка пускозарядка и другое ну вот вот у меня есть типа powerbank такой клещами вот это и помнил войдет когда динчика у меня просто нет такого но мне кажется заводили мы с тобой когда-то ты держал я заводила практически агафонова евгения спрашивает какой рост у ирины конечно ты же сама скажу что ты маленькая 52 не видно миниатюрный в общем нет человек маленьким не назову потому что потому что миниатюрные для меня это важно жених пишет что жена постоянно прокачивала тормоза со мной помогала менять подвеску на нашей первой шестерке ремонтировали мы с тобой в гаражах пока не появился у нас сын иван я постоянно ездила с ярославом по всем его делам по всем гаражам знаю всех его гаражных друзей какие-то там таксистов некоторые люди были которых я совершенно не понимала мы до сих пор у нас были сторожа в гаражах которые разговаривали они со мной разговаривали а я на них смотрел так вот он кивал и совершенно не понимал о чем они говорят вот такие у нас были люди ну просто люди даже не понимают наверное о чем идет речь и у человека был очень хриплый голос он говорил примерно так привет вы же мне подвеску подвеска или там ну больше ничего то есть вот человек вот так вот именно разговаривала причем несколько таких она предполагала даже что в каждом гараже был так ведь родственники со всеми не смотрела думать о чем ты с ними разговариваешь вообще не так учились они говорят на другом языке какой росту ярослава спрашивает владимир санкин метр семьдесят четыре метра семь четыре вот хорошо как вы познакомились спрашивает нас prius кто расскажет и наверное я потому что опять автомобилями все связано я расскажу просто что я мы учились в соседних школах на одной улице но познакомились мы в лесу когда я гуляла с собачкой даже на лицо на какой-то опушке такой-то пучок был гаражей это за но дохода проходила это было зону только тропарева пошла гулять собакой в лес а ты на этом пятачке с другом вы приехали автомобиль на продажу расскажет свою версию ну как всегда машина без машины никак нельзя это был ford escort купе rs 2000 была такая модель это двухлитровый был escort но он такой был а-ля подкрученный если честно мы как бы им очень гордились на тот момент но кстати а мне казалось унылое забегая вперед потом этот эскорт опять появился его его кому-то я продал кстати товарища вот тогда и он фотографировал были первые цифровые фотоаппараты или даже не цифровые это был обычный фотоаппарат вы почему вы попросили я вижу я иду по дороге вижу там два парня около машины как-то так начинает смотреть а потому что я была одна на этой дороге думаю какие-то думаю парни сейчас не дай бог еще пристанут свернула с дороги пошла в лес и там лесу была параллельная тропинка я иду по этой параллельной тропинке вдоль опушки естественно естественно саша или ты саша саша друг ярослава побежала девушка девушка можно вас попросить чтобы вы нас фотографировали на фоне нашей машины на память какая у нас машина под текст такой ну что то я не знаю наверно конечно так не говорил но предполагал я их сфотографировала без пиетета особенного обеспечить это конечно да сфотографировали там двое как-то стали до сих пор есть фотосистической фотографии там двоем стоите вот так вот многие руки выставили и потом саша взял инициативу такой говорит ирина вы будешь познакомиться как вас зовут а мы или нам давайте мы вас фотографируем тоже нет 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 не надо не надо зачем чтобы на вашем фотоаппарате была моя фотография по вам саша Я сказала, будет повод встретиться и вам отдать фотографию. Вроде бы я отказывалась, отказывалась. И Саша взял и посадил меня на крышу автомобиля. Такая маленькая, но ты взял просто на крышу. На крышу автомобиля. И я не могла спрыгнуть. И есть эта фотография, где моя собака. У меня тогда был черный пудель. Собака прыгает ко мне. Я сижу на этой машине вот так ошарашена. Они мне сделали фотографию. Ну и, конечно, просто объединяться с телефонами. Когда вы, кажется, сделали фотографию, позвонил Саша и сказал, мы сделали фотографию, давайте встретимся и отдадим. И вы приехали тогда уже вдвоем. А на что мы приехали, не помню. Не знаю. Наверное, в моем Мерседесе. Не знаю. Потому что у меня был Мерседес 124. Но это же не было унылое, как ты сказала. Нет? Это же было шикарное машина. Я ее не заметила тогда. Я даже не видела эту машину. Потому что ты тогда не вышла из машины. Саша вышел, мы с ней постояли минут пять. Он мне дал фотографию. А ты еще сказал ему, мол, что там Ромео, давай скорее. Мы там куда-то опаздываем. Я, кстати, как-то снисходительно отнесся к этой идее. Да, но ты сказал, что когда видел меня второй раз, уже что-то как-то где-то там... Ну, как-то подумал, что телефон есть. И стоит уже взять его у Саши и пригласить... К самому уже. К самому. Ну, как-то да. Вот так вот мы и познакомились. Совершенно случайно. Ну, давай скажем, что мы учились в соседних школах. У нас один общий двор, две школы. Одна школа была старая. Это 126-я. И вторая была школа новая 1101-й. Я училась новой 1101-й. Ярослав, ну, как бы в старой 126-й школе. Один двор, две школы. И один даже был у нас школьный двор, по-моему, да, и одна спортивная площадка на две школы. Вот мы учились в соседних школах и никогда не встречались. Ну, ты знаешь уже, зрители не знают, что последние два класса, которые я учился в этой школе, я практически в ней не бывал. Ну, теперь уже можно сказать, даже сын взрослый. Раньше это было семейной тайной, чтобы он не повторял папину, как бы... Я не ходил в никакую школу, я договаривался с учителями и занимался своими делами, пытался что-то заработать, увлекался с компьютерами. Я приезжал в школу на машине, но это были школьные годы. На москвичи ты приезжал. Это не машина? Ты сейчас скажешь, что машин ходит. Это машина. У директора был Запорожье в 968-й. У меня был 412-й москвич. Да, я ездил, подложив дипломат снизу себе, потому что иначе было очень прямо утонуло в сиденье. Ну, скажи, что ты еще одевал очки, шляпу, плащ. Ну, плащ нет, это уже как бы чикатило получается. Перчатки? И только... Да, чтобы не оставлять отпечатки. Нет, но москвич дороговат был в обслуживании, эксплуатации, заправке и так далее, учитывая, что он все время ломался, а чинить я не умел, а денег на починку не было. Поэтому, в общем, не мудрено, что мы в школе не увидели, потому что я в школе практически... Ну, я больше с компьютерами, чем с машиной, конечно, было. В те годы. Поэтому увидели значительно позже. Ну, твоего друга Илью Суслова я видела, поскольку его мама преподавала в нашей школе, Илью я видела и не раз, и знаю его. Так, нас приветствуют тоже с супругами. Ребята, Серж пишет, с супругой. И теплая обстановка, здорово, что людям интересно и приятно смотреть. Спрашивает Сергей Мерц, почему так стало мало видео из Краснодара, чату Доброй ночи. Видео, потому что, ну, я уже объяснял по ряду причин, как бы не хватало ни времени, ни возможности ни снимать, ни монтировать. И сейчас, в очередной раз, я сижу над парижскими видео, которые мы с Ириной, собственно говоря, вместе сняли. Но мне не хватает времени, у меня очень много отнимает времени подбор музыки, правильные видео, потому что я не вижу в своих кадрах настолько большой уникальности, часто хочется атмосферу передать музыкой. А у музыки сейчас с Ютубом большие проблемы, и я прям нахожусь в таком творческом разрыве, диссонансе, когда хочется поставить определенную музыку, а ее нельзя поставить, видео заблокируют. Но это, конечно, не повод объяснять, что видео вообще нет, надо снимать обзоры, тест-драйвы. Уже обсуждали с людьми, которые здесь, вот тоже в нашем городке, в нашей местности. Сегодня человек в чате написал, у него там Тесла есть тоже по поводу, говорит, не хотите ли сравнить, у него Model Y с трешкой. Ну, сравнить, не сравнить, но, в принципе, есть машины, которые с владельцами можно провести тест-драйвы. То есть, на самом деле, это интересно, послушать людей, чтобы они рассказывали впечатления о машине, ну и называть, собственно говоря, свои, даже если я ее не видел. Так, вот, кстати, пишет Игорь, что моя первая машина Мерс 124 в Испании. Наверное. Ну, или это уже было ретро, да, если это было относительно недавно. В Испании? Или это было давно, да. 124 Мерседес, это машина, на которой я ездил, когда мы с тобой познакомились. То есть, вот, Саша, я... Ты ездил на 99-й машине. 99-й у нас была. Я тоже была. Тоже. Она была месяца два. Да? Ну, не знаю, мне каков тебя ездил. Это была машина, которую я поменял с доплатой на Ford Scorpio, если ты помнишь. Был Васин друг такой, Костя, по-моему. И, кстати, я поменял эту машину, то есть, у меня был Ford Scorpio, причем хороший Ford Scorpio 2,9, Gea с автоматом, он поменял мне на 99-й доплатил, довольно много доплатил, ну, по тем временам. И попал в аварию через 2 или 3 дня на этом Scorpio. Причем влетел в грузовик на какой-то скорости, типа 90. что если был бы на 99-й. И потом сказал, что был бы я на 99-й. На каком-то историю? Он позвонил мне, я думал, он говорит, я попал в аварию, разбил машину сильную, мне так жалко и его, и все думают, что, деньги там. Я такой почему-то довольный, и потом говорит, я просто всегда там езжу, я бы ехал в это же время по этому же месту. Я даже не гнал, я думал, он гнал чего-то, нет, он просто вылетел на своем привычном месте в грузовик. И в подписании разбил этот Scorpio, и потом, по-моему, даже такой же пытался купить. Не знаю подробностей. Знаю, что последние лет 10 или 15 назад он ездил на Геленвагене все время, этот Костя. Вот. А 99-й у меня была, она продавалась, и она была у нас. Задавали вопрос тоже в чате, участвовала ли в процессе перекупа Ирина. Ну, конечно, участвовала. Но давай мы к этому вернемся чуть позже, это будет маленькая затравка, как перекупа. Я расскажу сейчас все нюансы, мне очень понравился один комментарий, пишет Напалм 133. Ярослав, спасибо за ваш Lexus RX 300 темно-синий. Это тот темно-синий? Расскажи про это. Это самый первый Lexus? Да, да. Это был самый первый Lexus, самый любимый, с чего началась любовь. Это что-то необыкновенное. Да, кстати, для нас историческая машина, для нас как бы... А почему спасибо? Ну, наверное, он ездит до сих пор, ездит, наверное, неплохо, или ездил, может быть, это кто-то, кто владел им когда-то. У нас не была проблема, расскажем об этой проблеме или не будем? Нет, ну, конечно, можно. У нас была дача, и я поехала на этой машине, я же постоянно делала какие-то ремонты, и я строила дачу, и поехала, не знаю, или в Москву, или по ремонтным делам, и у нас была сельская заправка. Я, по-моему, тебе еще сказала, ты сказала, да заправь машину там каким-то там 92-м, или 95-м. Ну, она прям такая на отшибе, не вызывающая доверие. Да, да, да. И я заправила на этой заправке, я только отъехала, у меня сразу загорелся Тик Энзон, помнишь, да? Полетели лямбда-зонды, я сейчас это вспоминаю. Да, это потом мы с тобой уже. Какой-то из трех. Да, и мы ездили, ремонтировали лямбда-зонды, что-то еще, в тюрьме что-то там какая-то проблема была, это Чек Энзин у нас с тобой. Ты понимаешь, мы пошли по неправильному пути, мы обратились в один там сервис под Северянинским мостом. Дурацкий какой-то, да. И они стали сводить на все подряд. Они сказали, да, это все ерунда, мы сейчас заглушим, поставим обманки, не надо никакие телямбда-зоны. Точно. И я помню, что я ездила на ней, вот по нашей Северополике, да, и она вот едешь-едешь по трассе, казалось бы, трасса 110 км в час, да, возможно, и ты едешь, она начинает вот так вот дергаться, начинает останавливаться, она начинала дергаться. Притом, что машина была шикарная, она была в состоянии, она была, ну, она была в супер состоянии, то есть, мало того, что это был Лексус и первый Лексус для нас, он еще попал в таком состоянии, ухоженном. С этого началась любовь к Лексусу. Ну да, видишь, как его сразу вспомнили. Первая машина, конечно, как можно забыть. А ты любишь ездить на механике или на автомате, спрашивают тебя? Да, без разницы. Ну, конечно, я предпочитаю на автомате, но мне все равно, я и на механике тоже езжу. Ну, если новый автомобиль, новая механика, они, конечно, не на четверке и не на вот этих машинах. Не вот это, да, где поймать не можешь передачу. Да, 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 у нас были некоторые машины, которые ты покупаешь, это вот эти старенькие, там, у десятка, еще что-то там поймать невозможно. Еще более-менее выисплено. Люфт огромный, такие я не люблю. А если четкая, хорошая механика на новых машинах, то все равно нравится, конечно. Ты же практически купила BMW, нашу первую семерку здесь. У нас же тоже первая машина в Испании была семерка BMW, вот как была четвертой, а у нас прям вот этот вот бумер, как из фильма был. Мы со Славой ездили покупать на механике, под Валенсию. Я ездила, искала, искала машину, ты причем был в Москве. У нас был какой-то там лимит, я не помню, какой лимит там, ну, условно говоря, 5000 евро на машину, да, не помню, какой лимит у нас там был. И в этом диапазоне мы искали машину. Ну и вообще за Шкодой Фабией. Я был в Москве, я там не позвонила, мы едем со Славой, смотри, Шкоду Фабию. Прислала фото, я говорю, бери Шкоду Фабию, нормальный машина. Я объясню, почему, потому что я тогда брала машину на прокат в аэропорту, помню, на две недели, и как раз была Шкода Фабия. Я помню, она мне понравилась, тоже на механике, хорошая, но она была новая, а то Шкода Фабия, которую мы хотели взять, она была, конечно, какого-то другого поколения. Нет, она была такая же, того же поколения, просто она по состоянию была не очень. Мы приехали смотреть ее, мне позвонил Слава и сказал, Фабия ушатанная, плохо покрашенная. Наверное, наверное, а Слава вообще как фанат BMW, и нам, по-моему, тогда у нас был знакомый, Даниил, и он сказал, вы купите точно BMW, вы купите либо BMW, либо что он сказал еще? Либо, либо Churuki. Либо Mitsubishi Montero. Либо Mitsubishi Montero. Кто Слава едет помогать машину, вы купите либо Montero, либо BMW, вариантов несколько. И Слава как начал, зашел это все говно какое-то там, смотрите. Какая-то Фабия. Какая-то Фабия, да. Надо брать обязательно только BMW, и не помню, кто нашел, Слава нашел, или ты нашел. Слава нашел. Слава, причем ее нашел. Я бы даже не решился искать BMW-семерку. Если бы Слава не был таким инициативным, вот сел на машину, повез меня тогда, мы помню, посмотрели, говорим, ну берем. И я села на эту машину и поехал. Просто Слава не сказала, ну это же надо какие-то, и села на машину из-под дворей. Она на механике, 2,5 дизель. Она, кстати, очень своеобразная, она очень плохо разгонялась, она такая тугая машина-то. Но потом ехала как стрела, что мы на ней в Италию ездили, она была очень комфортная. Причем взяли с пробегом 250, продали около 300. Все говорили, что это 250, тот же Даниил. Это вообще, да вы что, это пылесос денег, 38-й кузов. Она была, нельзя сказать, что в идеале, но она была, купили ее, кстати, у румынового. Мы до Флоренции доехали на ней. До этого на ней есть какой-то дедушка. Да, да, да. Она была не очень богатой. Нет, не дедушка, молодой парень. Румын, я сказал, у него купили, а он купил у первого хозяина. Он недолго владел ей. Да, да, да. Девушки детские, кресло вот эти два кресла перегружал. Я просто помню, что это хорошая семейная машина. Купил у нас. Ее помнишь, дальнобойщик испанский? Да, тоже был восторген. Где-то тут не так далеко, который живет, вообще приехал. Он не здесь, он за ней приехал, откуда-то. Не так далеко, кентр за 200. Я помню, что он относится к недалеко. Учитывая, что у нас машины брали из севера, мы продавали машины здесь, в Испании, Прадо, мы вообще привезли на север в Бильбао покупателя, ты помнишь? Он перевел деньги на топливо туда-обратно. Это было авансом. Да, да. Мы взяли с него 400 евро и сказали, если что, мы уедем назад, ну, думаю, за 400 евро прокатимся. Да, можно прокатиться, посмотреть. И посмотрим на север. Мы приехали, конечно, он ее забрал, потому что она была шикарная машина. Кстати, шикарный вариант был взять аванс, но при этом никого не обманывать, не напрягать. Так, спрашивают, будет ли еще видео про авторынок, спрашивают меня, ну, наверное, про испанский авторынок, но это зависит от ребят, с которыми я сотрудничаю в этой области и непонятно, будет ли им это еще интересно, потому что я-то со своим видео, люди работают, а я, как всегда, как и у Славы с Валдесом, конечно, видео все хорошо, но хочется еще работать, деньги зарабатывать, поэтому я попытаюсь еще раз несколько как-то влезть в какие-то истории, в том числе рынок автомобильный, чтобы это поснимать. Я с ними общаюсь, но просто сам инициативу пока не проявлял. Так, Беларусь смотрит, пишет Павел. Так, 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 все рады видеть. Александр Крюков пишет, что моя жена тоже, Ирина, попробовала, попробую ездить на нашей машине, тогда это был Форд Скорпио, и это на заброшенной взлетной полосе аэродрома на окраине Витебска, я понял, что вождение это не ее. Посмотри, на взлетной полосе, вот человек молодец. Да. Ну, ты, между прочим, тоже на огромной парковке, на пустынной, на Гран-Чероке, с полицейским разворотом умудрилась задом ехать бетонный кубик, один единственный. Ты объясни, почему это было? Как аэродром был? Это был 1 января, мы только въехали на дачу, это был первый Новый год на даче, мы включили, по-моему, 31 мы приехали, дали, все подгоняли, подгоняли, 30-31 мы приехали, и был Новый год, с 31 на 1 у нас полетели батареи, у нас стало все капать, и я поехала на строительный рынок, котел, в Чехов, причем, потому что я поехала по нескольким рынкам, естественно, я приехала на строительный рынок, рынок закрыт, огромная, большая парковка, выпал снег, я там одна, и не знаю, зачем мне вдруг захотелось вот так вот взять задом, вот как-то прям вот... Потому что она пустынная и заснеженная. была одна, я там была одна. А Чироке был 5,2, в общем... и я что-то прям вот зачем, что меня дернуло? То есть, усадила задним мостом в бетонный кубик, вот... Повисла на нем, я не могу поехать, это был какой-то ужас. А мне потом говорил, я что-то разворачивался, я что-то... Куда? Я как... Когда я все это увидел, понял масштаб, я говорю, как можно было разворачиваться? Ну, полицейский разворот был. Ну, мне хотелось, что-то как-то там задом какой-то там донус сделать. Донус задом. Хорошо. Хорошо. Да. Понял. Игорь Игоревич пишет мне, что музыку можно брать в Epidemic Sound, большая библиотека, используете YouTube. Да, есть, я пользуюсь этой библиотекой для музыки, но у меня задача-то именно в тех треках, которые хочется, чтобы все знали. В Epidemic Sound хорошая музыка, но она такая фоновая, а хочется именно вот там песню, если мы какой-то трек, если мы говорим о парижских видео, конечно, я там еще перекопал всего Джо Досена, кого только можно, во всех ремиксах вообще не идет нигде. Да, Лиду какой-нибудь можно. Да, вот все сразу мимо, сразу. И это очень обидно, к сожалению. Так, Владислав пишет, привет из Балашихи, успелный эфир, приятно видеть вас. Опять Скорпио вспоминает, тоже Юрий Дьяков пишет на 2,9. Воронеж пересматривал, путешествия по Америке даже спустя столько лет приятно смотреть. Эдуард Александрович Н. пишет. Мне самому приятно, я тоже посмотрел периодически американские серии. Я не смотрела, не пересматривала, надо, конечно, пересмотреть. Ну, потому что это, собственно говоря, наш, как бы, ну, отчасти семейный архив, да. Вот нам про Лексус добавляют. Я был владельцем вашего Лексуса полтора года, ездил на нем без проблем, он был идеальный. То есть, этот Лексус, который нам вот... Там же это только лямбда-зонды. Просто было такое время, когда не умели решать примитивные вопросы. Это была машина, она была для того времени прям космическая. Это первый кроссовер от Лексус вообще. То есть, люди подходили, говорят, о, джип Лексус. Досмотрели, я помню. Он такой еще красивый был. Да. Синий металлик. он, его, конечно, попал в кривые руки, я думаю, потом его долечили где-то. Просто кто-то поменял три лямбда-зонды, отдал за это там тысячу долларов свою на круг, и машина нормально поехала. Я бы сделал так. Просто, ну, на тот момент сказали, что можно дешевле, и понеслось. Краилово и попадал его. Так, Остап Бобров нам пишет. Привет с Северного Кавказа. Ярослав, Ирина, приятно вас наблюдать. Надеюсь, такой формат будет практиковаться. Ирина очень органично смотрится в кадре, хорошо, интересно, говорит, спасибо. Большое спасибо. Почему я прочитал тебе этот комментарий, чтобы у тебя не было сомнений никаких-то в том, что, ну, малыли. Я не люблю сниматься, я не человек. Мне пришлось не то, что убедить, но сказать, что стоит это сделать, потому что первый раз, спрашивали, когда Ирина первый раз появилась в видео. Ты помнишь этот момент? Нет. Когда? Я помню. Да? Это был 2017 год. Это было кафе Литовское, в которое ты переехала через границу. Я тебя встретил, мы покупали... Через Калининград, когда мы переходили, когда я переходил в Песково. И ты в кафе в одной из литовских серий. Ты появилась, ты очень как бы смущалась, не очень хотела показываться, но потом мы с тобой вместе. Ну, потому что многие подписчики начинают писать что-то там, а это кто, а это зачем, зачем там... Слушай, они про меня такое пишут постоянно, это кто, это зачем, кто этот лысый, почему он так много болтает. Я не хотела всех этих каких-то оскорблений и прочего, поэтому я не почитаю, не появилась. Так, Лексус Клуб, да, вот вспоминает как раз человек с ником Напалм, 133, который наш Лексус был. В Лексус Клубе он был. Ну, кстати, Лексус Клуб, тем не менее, жив, живее всех живых, и люди продолжают, причем, Лексус Клуб сейчас испытывает даже небольшой, ну, не то, что рост, как бы, популярность, а старые Лексусы стали появляться, новых-то уже не так много, и Лексус Клуб теперь известен и популярен. Так, Эстония, пишет нам, Виктория Петрова, глядя на вас, купили три года назад старый В140. Да, Виктория, вот теперь он уже три месяца стоит в испанской мастерской, и к концу этого ремонта не видно, пока еще не ругаемся, терпим. Вот, да, я, конечно, мы в ответе за тех, кому показали какие-то поступки, и мы тоже обсуждаем, что у нас стоит вокруг дома, в гаражах, вокруг. Моя больная тема. Мы даже не начинаем. Потому что Ирина нередко говорит, может быть, все это продать, причем продать не для того, чтобы получить за это деньги, потому что много за это не получишь. я не говорю, может быть, я говорю утвердительно, я говорю не вопросительно, я говорю утвердительно. Ну, хорошо. Вот поэтому мы и не продаем то, что говоришь утвердительно. Когда будешь говорить вопросительно, тогда будем разговаривать. Ну, хорошо. Виталий спрашивает, говорит, здравствуйте, Ярослав и Ирина, очень приятный стрим. Ярослав, вопрос к вам, если можно, выбираю кроссовер пяти-восьмилетний. Посоветуйте, японец или немец. И важная ремарка, живу во Франции. Спасибо. Если бы это была, естественно, климатическая зона, там, Россия, Украина, плохие дороги, топливо, перепады температуры, конечно, это был бы японец или кореец. Я всегда говорю, что азиатская машина, только сегодня, кстати, писал статью про надежность азиатов, которая базируется на том, что они не используют никакие инновации, сложные технические решения. Машины азиатов, они очень как бы технически относительно несложные, поэтому надежные. И терпят всякие издевательства. А вот там немцев, особенно там французов, например, брать можно только в мягком, теплом климате. Но Франция, она вот позволяет взять машину, которая будет и пяти, и восьми, и десятилетняя. А японец или немец, это уже вопрос больше религии, наверное. То есть, какая машина вам нравится? Тут надо посидеть и посмотреть. Есть люди, которые также садятся в кроссовер, вы же во Франции, посмотрите, и Peugeot, и Citroёn, и есть кроссоверы, которые имеют базу общую, например, с Mitsubishi. Но в то же время французы, они побогаче, хотя вот как бы японские корни там присутствуют тоже. И вам надо понять, какая машина вам нравится, потому что Франция, она позволяет вам выбрать машину с меньшими требованиями к надежности, потому что они не так сильно будут влиять. А так, ну это вопрос религии. Японец или немец тяжело сказать. Хотя, если говорить, например, про меня, я сейчас, наверное, больше интересуюсь немцами вот в условиях Испании, потому что я не мог себе этого позволить раньше, потому что владеть немцем в России очень дорого, сложно, трудозатратно, не только финансово затратно, но и трудозатратно. Поэтому у нас были всегда японские машины. А так, почему? Можно и немцы вполне. Сергей Мирс пишет, очень нравится барахолка. Это, наверное, видео про барахолки. Вот Сур Испания спрашивает, когда Ирина планирует уже переехать в Испанию окончательно? Ну, я здесь и живу. Ну, не так, но чтобы окончательно. Постоянно здесь и живу. Получается так, что месяц там, сын учится, напомним, да, ну, как бы все знают про это, сын учится в России. И, тем не менее, есть, конечно, ряд нюансов, с которыми постепенно мы справляемся, не принимаем судьбоносных. Сейчас уже не только учится, а уже и работает. Да, но, тем не менее, все равно планы такие, что если придется выбирать, то хочется выбирать весь мир, а не границу. Нельзя оставить возраст тяжелый у него, сложный, 20 лет, опасный. Приходится мотаться туда-обратно. Слушается он только меня. Как раз спрашивает Денис Тучин, видимо, Северодинск на связи. Ярослав, Ирина, привет. У Ирины бывали аварии? Аварии нет, аварии не бывало. Ага, да как это? Аварии, аварии? Да, конечно. Ну что, прям ДТП не оформляли? Ну, ДТП какие ДТП? Кого-то я специально вредничего и не пропустила. Это на Прадо тогда, наверное, на трехдверном? Ну, я не помню. Помнишь, один раз у меня я ехала по полосе, стояла на стрелку. А, на СЛК ты тоже? На СЛК. Мужчина один вез какую-то девушку на 99-й, и вот он поехал по разделительной, а я стою на своей полосе, собственно говоря, мне на стрелку надо. А он по разделительной, он просто нарушил все правила и хотел втиснуться. Я открыла окно, ему так показалось, нет, не пущу. Он, видимо, завелся. Завелся. А на чем-то было? Я даже не знаю такую историю. Или не помню. Потом оформляли, потом поехали. Мы много чего оформляли, потом все и дело. Нет, у меня аварии не было. Всегда были какие-то мелкие ДТП. Ну да, аварии, в справедливости ради, что прям аварии нет. Все как-то вот из вредности, либо немножко не из осторожности. Ну вот я не пустила этого человека, я рванула его. Ну как, я поехала на стрелочку, на свой сигнал светофора, а он решил вклиниться. Конечно, я его не пустила, я ему и показала, что я тебя не пущу, молодой человек. Слушай, я не знаю этих подробностей, я, наверное, не одобрил. Нет, не со мной, дяденька. Ну вот дядю не пустила, а дядя у меня въехал. Потом сказал, ну почему меня не пустили? Я сказала, он мне сам сказала. Он сказал, я думал, вы уступите. Я не ожидал, я сказала. Ну я же вам махнула головой, что я вас не пропущу. Он явно не ожидал, думал, что я... Так, на Ярисе, на Ярисе, надеюсь, полицейских разворотов не делала Ирина. У нас, кстати, Ярис, это не было, настолько прокатные были Ярисы, мы, по-моему, никогда не покупали Ярис. Нет, это был единственный случай, когда я сделала, потому что я была на огромной, большой парковки, и никого там не было. Там была только одна моя машина, это было часов, наверное, 10 или 11 утра, 1 января, идет снег, все запорошено, поэтому я так и развернулась. Беслан нам пишет, как у вас хорошо в Риге похолодало. У нас, наверное, тоже частично похолодало, но меня, знаешь, что радует, что стих ветер, потому что у нас два фонаря, они, вы не видите, что происходит за кадром, они подперты все стульями, чтобы это все не упало, все это хозяйство. Почему? Давай скажу, что это была твоя идея снять сегодня стрим. Ну, чтобы не обзор кухни был. Да, потому что я-то хотела, естественно, надеть какое-то платье, может быть, какие-то туфли, сидеть красиво, томно, с бокалом дома. А туфли не было бы видно, у нас там по поезде, у нас стойка, и все. Я тебе предлагала снять гостиной в районе Камина. Ну, стоит подумать о смене, может быть, да, какого-то для стримов интерьера. Так, Евгений Медведев, это Женя Медведев. А, да, Женя Медведев. Пишет про аварии и дачу. Женя, привет. Про аварии и дачу вспоминается история с квадриком и господином Сусловым, если это, конечно, в формате стрима. Ну, про аварии. Я помню, да, конечно. Это, кстати, вот лишний раз говорит о том, что любая эксплуатация любой техники не имеет права на эксплуатацию в нетрезвом виде. Да, в алкогольном опьянении. Ни в коем случае. Вот у нас была дача, коттеджный поселок, и, в общем-то, была как-то такая традиция небольшая. Все было очень дружно, мы были все молодые, там было 4 или 5 семей, мы были все молодые, и снегоходы, да. И мы, конечно, все праздники, тусовки все отмечали вместе. В лес ехали на какую-то поляну, разжигали костер, шашлык, шашлычок под коньячок, ну, понемногу. Как бы вот на самом деле все было очень здраво, но, видимо, кто-то как-то может не логировать. Ну, поскольку на природе, ну, да, шашлычок под коньячок, кто-то водочку, кто-то еще что-то, да. Нет, потом все возвращались, вообще не было никогда эксцессов, но однажды один квадрик не завелся, и человека на этом квадрике стали буксировать. Ты знаешь, это был единичный случай, когда вы действительно все почему-то очень много выпили. Ну, я, кстати, не выпил много. Тем не менее. Может быть, расскажем историю, как ты катал Ваню на квадроцикле тогда, когда Ваня улетел. Так это шарик, ой, не шарик, это змея запускал воздух. Да-да. Сзади сидел, и его просто на этом змея вверх поднялось. Это было как раз, в этот же день это было, Ярослав решил по полю прокатить детей, посадил своего крестника, тоже такого маленького мальчика, который держался, по-моему, да, он держал за тебя, а Ваня сидел задом, Ваня сидел третий. Не помню, а кто Ваня держал-то? Дима, по-моему, держал, да, маленький? Маленький Дима как-то одну руку держал за тебя, держался, а другой Ваню. Естественно, Ярослав разогнался, у нас был воздушный змей. Ты, видимо, хотел, чтобы в змей посильнее полетел. И Ваня взлетел на этом змее, куда-то там полетел, как стал кубаркаться. Ну, там мягкое поле было, ладно, не утрируй. Нет, это было не мягкое поле. Нам Женя Медведев поднял тему дачи, аварии, но на самом деле это не авария, а там была проблема в том, что Илюшка Суслов перевернулся на квадрике, потому что его тащили на веревке, и человек, который ехал, он затормозил резко. Резко тормозил. А у того квадрика не было еще и тормозов, потому что он был заглушен. И он на этой веревке уехал, опередил его и покатился. Да, поскольку веревка, немножко так разогнался, ну, как уже, а около полицейского он притормозил. И, соответственно, Илья-то не смог притормозить, он уехал на этой веревке и поэтому перевернулся. Не хватило. Как ты добиралась до Испании, спрашивают Михаил Беспаков? Я летела через Баку. У меня была в Баку сколько? Два с половиной часа пересадка. Два с половиной часа у меня была пересадка. Летела с половиной часа, три, по-моему, с половиной часа у меня была пересадка в Баку. Потом я прилетела в Милан. В Милане у меня была около пяти часов пересадка. Почему мне понравилась работа в Милану? Не понравилась? Понравилась, конечно. Наивкуснейший кофе выпила, съела вкусное мороженое, погуляла, походила и прилетела в Аликанте. У меня 19 часов я добиралась сюда, почти сутки. Сутки была в пути. И какой бюджет такого путешествия сейчас? Мне очень повезло. Я купила билеты в Севразнобой, я обычно отслеживаю. Купила билеты в Разнобой, 433 евро стоило билеты из Москвы до Милана, через Баку, азербайджанскими авелинами. 433. Ой, 333. 333, прошу прощения. 333. Вот могу показать, у меня там есть. 333. Все билеты, все три? Нет, из Москвы до Милана. А из Милана я летела в Уолингом билет 165 евро. Ну, такие поездки на самом деле хороши. Соответственно, 300, сколько там? Ну, около 400 евро. Около 400. Такие поездки хороши, когда ты где-то в каком-то из городов, собственно говоря, я ей предлагал Ирине побыть в Милане какое-то время. А не попадал в самолет, не уходил? Да, просто, ну, можно бюджетно, реально бюджетно побыть какой-то промежуток времени, использовать, конечно, вот эту вот проблему логистическую, как благо какое-то. Собственно говоря, в Париже мы так и были. Потому что мои летели в Москву, а я провожал их, мы в Париже несколько дней пожили, чтобы просто не сидеть в этих пересадках адских. Конечно. Так, Вася пишет, можешь помочь нелегалу из Москвы. Семь лет живу, квартира есть. Нелегал это, получается, здесь живет, в Испании. У нас таких друзей довольно много здесь. Вот так же живут, и квартира есть, да, как бы. А чем помочь, честно говоря, непонятно, потому что, ну, а что делать? Вот у нас есть товарищ Саша, но на стройку он не хочет идти, например, да. И причем, если семь лет человек живет, почему тогда нелегал до сих пор? Это как странно, уже по всемности можно что-то получить. Словом, тут, конечно, сильно зависит от человека. Тем более, как бы, где бы это ни было, квартира есть. Это тоже важный момент. То есть, как бы, это уже решает вопрос в плане, там, аренду платить не надо. Нелегалу надо легализоваться. Если семь лет. Лексус, кстати, покупал вот непосредственно у меня человек. Вот это первый покупатель Лексуса нашего синего. Так что, он был сразу после нас. Тогда он прям достал его в достойном состоянии. 335 евро столбилет. Хорошо. И 65. Ярослав Ирина, добрый вечер. А был ли у вас такой случай, что Ирина сказала, что хочу именно такую машину, и вы ее купили? Ну, почти всегда так. Ну, мне так кажется. Ну, в принципе, да. И цвет даже там. Ну, я люблю белые машины. Белый перламутр. Да, да. Один из любимых цветов. Мне тоже нравится. Нет, да. На самом деле, много машин покупали, когда... И не покупали, когда тебе не нравилось. Тоже такое было. Мы обсуждали мы с тобой обычно, да. Но иногда бывает, конечно, что совпадает и цена, и возможности. Были машины, жалко, которые не купили совсем на ранней стадии. В 99-м году мы ездили с тобой, смотрели Z3, помнишь? Тебе не понравилось. А как я не могла на ней ездить, потому что... Ну, просто такая была Z-ка прям. Она мне по росту не подходила. Да, там кресло не поднималось. Кстати, вчера попробовала Ирина сесть на BMW на пятерку, на 34-ую. Да, да, да. Давай скажу. И сидит, и вообще голова еле... Не видно ничего, потому что руль был у меня на уровне глаз. Я сижу, если облокотиться на сиденье, я вообще ничего не вижу. Мне пришлось ехать вот так, вот руль вот здесь, и я вот так всю дорогу рулила на этой машине. То есть машина не моя. Мы с тобой в молодости проверяли машины с тобой, подходит или не подходит. Где кресло не поднималось, мы с тобой не брали машину, потому что не подменить, не есть невозможно было. Спрашивают про Кадиллак. Понятно, что Кадиллак. И про Валеру тут же спрашивают. Понятно, что Кадиллак в парковке подземной, это не меняет ситуацию. Валера улетел вчера, и пишут, давно не видно, пишет Александр. Александр, прежний эфир предыдущий был с Валерой. Валеру я увез только вчера утром в аэропорт, и он опять прилетит в начале декабря. И у нас еще будут с ним эфиры, мы запланировали. Для Валеры это был первый эфир в его опыте. Понялся, по-моему, да? Мне кажется, да, он так остался доволен. Всегда люди сначала думают, что это что-то такое прямо, ну, такое вот, как эфир, такое слово. А потом понимаешь, что ты просто разговариваешь, читаешь комментарии, как с друзьями общаешься. И это не требует от тебя, это не тот эфир, в котором у тебя какая-то модерация есть сложная. Ну вот, поэтому, я думаю, с эфиром еще будут, с Валерой еще будут эфиры. Про Теслу спрашивали, спрашивает, Dragon, который покупали в Москве, спрашивали неоднократно и в разных видео, и в чатах, и так далее. Но напомню, вот сегодня ровно два года, как было в видео с Теслой. Даже видео было чуть позже, вот 20 октября, мы ее как раз привезли, пригнали в гараж. Потом, мы, по-моему, уехали в Испанию, она стояла, практически там не ездила. А весной случились всем известные события, которые очень сильно изменили судьбу. Ковид начался, по-моему, да, поэтому мы уехали в Испанию? Нет, это было после ковиду. Это уже был 21 год. 21 год. Тесла провезла? Как бы мы поняли, что не настолько много будем находиться там, для того, чтобы была машина такого формата и такой стоимости. И учитывая, что еще и стоимость поднялась, и брали мы ее у товарища, машина просто ушла туда же, где она и была. Собственно говоря, вот как-то такая бесславная судьба. Но справедливости ради я не жалею, потому что те, кто смотрели видео про Теслу, называется оно, я купил Теслу, чтобы ее ненавидеть. Посмотрите, забавное видео. Пока доехали до дома, я 10 раз, честно говоря, за кадром подумал, зачем мне такая машина, в которой даже даже карплея нет. Ты помнишь, там нет карплея вообще. Ну, мне это не важно. Ну, да. Ну, куча была нюансов, и в том числе в России, конечно. Поэтому, ну, для меня все-таки это этап пройгенный. То есть, перешки Model 3 больше не будет никогда. Не надо, никогда. Другая возможно. Вот, жена перекупа. Не говори никогда, может, дешево возьмем, да? Да. При случае. Пишут, что, к сожалению, Hyundai уже нет. Ну, имеется в виду, Hyundai не стоит брать, что у коллеги Tucson 2020 года и за 77 тысяч уже один раз снимали голову и в итоге заменили мотор. Вот такая надежность полтора дизеля, если что, полтора литра дизеля у него. Ну, во-первых, машина-машина не рознь, экземпляр-экземпляр. Во-вторых, ну да, есть, наверное, какие-то корейцы пошли по немецкому пути, они, особенно Hyundai, они начали экспериментироваться своими собственными инновациями, возомнили себя крутыми инженерами, но если BMW и Mercedes себе это могут позволить, в том числе гарантийные решения вопросов, быстрой модернизации, отзывы, то азиаты в этом менее динамичны и меня тоже немножко удивляет, как Hyundai экспериментирует с некоторыми моделями, я не знаю, насчет Tucson конкретно, но они делают, машины, которые пытаются конкурировать с европейцами по технологиям, но на самом деле позволить себе это не могут, так что я думаю, что это временный вопрос, я думаю, они быстро обожгутся. Будут ли выпуски с Марокко из BMW 3, спрашивает Егор Климович, это вот про эту трешку, которая, трешка из заброшки, ну очень сильно зависит от я, но теперь я точно в Марокко не поеду, я не сомневаюсь в этом, да, в ближайшее время и мне, ты все время мне говоришь, ты же всю жизнь мне говорила, пока я ДНК-тест не сделал, говорила, что я еврей, так вот марокканцы тоже подумают, что я еврей, и начнут еще выяснять, чья газа, начнутся вопросы, и вот на трешке на нашей поди, это все объясни, объясняй, ну мне-то ладно, я объясню еще, у меня ДНК-тест есть, а вот у Яну и ДНК-тест не нужен, он точно Марокко не поедет, у него паспортся израильский, чего, конечно, какой-нибудь ДНК-тест, да, но и трешка, она сейчас находится у Сереги, автомеханика нашего, он ее забрал буквально несколько дней назад, попросил опять поездить, до этого она просто стояла, ну, она на ходу, она ездит, а ты, если что, как Марокко на этой трешке, я хорошо, готова была бы на ней, чтобы все отвалилось, развалилось, закипело, сломалось, видишь бы Марокко, красивые фотки в инстаграме, ну, это здесь при чем, ты скажи, что мы были в Марокко, мы были в Марокко три недели, проехали все Марокко. Я был еще кроме, кроме тебя также, то есть, я уже второй раз был там. ты был второй раз со мной, первый год до меня. Мы просто, мы реально проехали Марокко, проехали через пустыню, через города, через все вот эти вот лагеря, вот этих вот, как они называются? Берберы, да, то есть это реально дикари, но они очень дружелюбные, слово дикари тут, то есть они работают с туристами, но они настоящие, они не актеры никакие. И пустыня совершенно потрясающая. Я раньше думала, что пустыня это просто пески, а это совершенно не пески. Как море. Барханы. И барханы, и цветы экзотические, чего там только нет. И, конечно, есть там и озера, и оазисы. А помнишь, какие были восходы, закаты в пустыне, верблюды, вся вот эта экзотика? И я всегда так думал о том, что не было еще тогда камер, дрона, вот всего. На самом деле... Касабланка тоже какой красивый город. Я почему не думала, что Касабланка такой красивый город. Ну, Маракеш, у нее там своя зименька есть, он хорош, но Касабланка совершенно другой коленкор. Там все-таки океан, и да. Ну, ты знаешь, мы ехали там на новом Прадо все-таки. И мы жили в шикарном отеле еще на берегу океана. А когда ты будешь ехать на трешке, которая вот-вот закипит, или уже кипит, или еще что-то. Помнишь, с нами ехали ребята на рейндж-ровере, и из-за них постоянно все останавливалось. Они постоянно пробивали колеса, у них что-то кипело, ломалось. Причем новый рейндж-ровер тоже был. Этот рейндж-ровер, на нем ржали все. Когда из него наконец вытекло масло в итоге. Помнишь, последняя фотография была лужа масла? Это был капец. Прадики ехали вообще спокойно. Они на рейндж, такие на понтах все были. Ну, вот, на рейндж не доехал. Где мотоцикл, спрашивает Антонио. Градо. Вот, и как Ирина относилась, дальше что-то слетело, видимо. Ну, я не знаю, может, в покупке мотоцикла. Не будем фантазировать, может быть, еще допишут. Александр Ходьковский пишет. Я против всегда катания Ярослава на мотоцикле, потому что я считаю, что это очень опасно. Вот что. Ну, в Испании это не так опасно. Ну, тоже опасно. В целом, просто да, там даже маленькое ДТП может сложиться в серьезные повреждения. Не дай бог, что ты куда-то наехал, рулем не так вильнул, упал, разбился. Не дай бог. Я не очень люблю и не поощряю все эти катания на мотоцикле. Александр Ходьковский передает привет Ирине Ярославе из Моносковного Софрина. Большое спасибо. Были мы в Софрино не раз. У нас там живут приятели. Я, по крайней мере, была бывшая девушка Вани. В Софрино, да. Полина. Даже ник, наверное, вряд ли фамилия. Ходьковский. Это же Ходьково. Это же Ходьково, правильно? Это же где был папа дача моего. Я там тоже бываю периодически. Ну да, наверное. Так что не только там. Еще папа мой живет. Там между делом. Ничего, кроме Иванины девушки. Нет, мы говорим про Софрино. Софрино это немножко другое. Анатолий Левитан пишет спасибо большое за видео. Привет из Израиля. Очень помогает отвлечься. Да, сочувствуем Израилю. Сопереживаем вообще всему. На самом деле слишком много чему сейчас переживать. На самом деле хотелось бы, чтобы было меньше. Слишком все близко. Раньше это все смотрели в международной панораме как-то. Нас не касалось, да. И где-то что-то, как-то там апартеид какие-то. А сейчас это настолько все близко, что это страшно осознавать. И тут же пишет Слава Светлой. Привет из Харькова. Почему нет сына вашего в кадре? Где он? И будут ли еще серии «Юный перекуп»? Ну, как мы и говорили, что сын сейчас не здесь. Но мы будем надеяться, что периодически он приезжает сюда. К малому году приедет. И каждый раз говорит, ну все, я готов остаться, остаюсь. Все. И мы вот буквально собирались уже с сыном ехать в Литву. Я даже про это делал такой микро-анонс. То есть я нашел себе компанию. Человек, который сейчас ездит в Литву. Это чуть постарше Иван, парень. Он сказал, поехали. Как бы я тоже смотрю ваши видео там. И прикольно. Я думаю, вот сейчас поснимаю с молодыми перекупами. С начинающим и уже таким действующим. Прям хорошей компанией. После Нового года. После Нового года. Я думаю, мы сгоняем. И будет Литва. Я прям возлагаю большие надежды на то, что Иван присоединится. У меня там свои дела есть. Он там своим каким-то мелким бизнесом занялся. Ну да. Как учили язык? Можете ли сейчас свободно общаться на испанском? Мне каждый раз задают этот вопрос. И каждый раз стыдно на него отвечать. Уже говорили, знаешь, про эту стадию изучения, как изучает английский язык в Америке. И есть такая стадия, понимаю индусов. Да. То есть английский понимаю, но только индусов. Мы тоже понимаем иностранцев на испанском. И можем даже с ними разговаривать. Ну если это испанец, который... Нет, нет, с испанцами тоже можно разговаривать. Но я разговариваю, сейчас скажу, как таджик. Я прям прихожу и говорю примерно все. Им надо просто сразу включить режим такой. Да. И в прошедшее время все в настоящем. Я хочу купить, мне надо там... Твоя моя покупать. Я вчера купила или там, я вчера купить. Что-то такое. Поэтому я... Нет, к сожалению, не опыта, а практики. Практики нет. Нет, одни русские. Ну русскоговорящие, конечно. Русскоговорящие, конечно. И мы в Америку не ходим, а мы в Испанию не ходим. Да. Вообще нет ни знакомых, ни испанцев, ни никого. Ни с кем не приходится общаться. Только с доставщиками, которые посылки приносят. Владислав пишет, про рекламируйте вино, интересненько. Значит, смотрите, можно уже уверенно сказать, я как раз подолью, что вино мне нравится. Если кто-то находится в Испании вдруг и хочет узнать, где это магазин Аль Кампо, который Ашан. Ты покажи этикетку. Да. Ну на самом деле оно примитиво. Ди Мандурия называется. И стоит оно, там сейчас скидка около 8 евро. Так стоит около 10. Это хорошая цена для вот этого вкуса вина. То есть я, в принципе, небольшой сомелье. У меня, кстати, во французских сериях как раз будет всякий стекло на тему сомелье. Но я примерно по цене понимаю, стоит или не стоит. Так вот это вино его можно оценить по цене. Если бы мне его налили, сказать итальянское вино, как ты думаешь, сколько стоит? Я бы сказал, что будет ссылка евро на 15 тянет. Да? По вкусу, да. Нет, оно хорошее. Действительно хорошее. Ну нет, на 15 евро. Я поеду, завтра еще куплю. Хорошо. Тем более на него скидка. Александр Ходьковский пишет, что главное правило ПДД – правило 3D. Дай дураку дорогу. А когда ты дураку показываешь, нет, я тебя не пущу. Я не так сказала. Ну, тем не менее, его это не… Ну, а он думал, что я уступлю. Он реально думал, что я уступлю. Ну, наверное, женщины уступают какие-то. Какие-то. Ну, не я. Спрашивает Ирина. Я так понял, не готова жить на ПМЖ в Испании? Хотя, формально, ты как раз здесь на ПМЖ, в общем-то. Почему не готова? Подожди, секундочку. Дальше вопрос. Году три или четыре беспробудно, не выезжая, по-моему, никуда, нет? А вот как раз ты можешь ответить на вопрос, который этот же человек следует дальше. А в чем для вас плюс жизни в Москве и минус жизни в Теревьехе для жизни на постоянку? На постоянку? Да, у меня мама все-таки сейчас уже в таком возрасте. Я туда приезжаю… Возраст. Ну, как бы… Да, я туда приезжаю общаться с мамой, со своими знакомыми, с друзьями. У меня там все родственники, я все-таки там жила, выросла, родилась. Поэтому я туда и езжу. Опять-таки, сыну сейчас, ну, на данный момент в жизни, ему там комфортнее. Я не могу оставить надолго одного ребенка. Потому что… Ну, я согласен. То есть, обстоятельство, что я ему нужна сейчас больше, чем я нужна Ярославу, скажем так. Правильно? Наверное. Ну, нет, ну, на самом деле, ты сейчас вот на это все делаешь перегиб. Хотя я знаю обратную еще часть, почему тебе не очень… Тебе здесь скучно. Скучно. Москва – это мегаполис. Конечно. Если бы мы жили все-таки в городе такого же формата, где-то там, неважно где, в любой другой стране, тогда можно было бы сравнить плюсы и минусы. Но когда ты живешь в мегаполисе, неважно в каком, в Москве, Киеве или в Нью-Йорке, то сравнивать бесполезно с маленькой деревней испанской. Туда тянет как магнитом. Вот мы сегодня были, кстати, в женской компании, на завтра ходили. И сколько там, ну, по-моему, человека три или четыре сказали, что они хотят жить на две страны, что здесь жить невозможно. Многие хотят даже вернуться. Но пока еще не пенсия просто. Да, да, пока не пенсия. Потому что все чувствуют себя еще молодыми, энергичными, хочется какой-то движухи, и здесь все-таки скучновато. Вот есть такой, это, наверное, основной минус, который можно. Да. Хотя можно, если быть человеком динамичным, не привязанным к квартире или дому ежедневно, можно найти себе способы какие-то развлекаться и передвигаться. Потому что чем прекрасен вот наша деревня. До Аликанта 45 минут езды в аэропорт. Постоянно рейсы оттуда по 15 евро. Куда угодно. От Маракеша до Рима. Ты это мне говоришь уже лет 15. Но знаешь, почему? Потому что у нас, как минимум, вот слепая собака внизу. Вот, начинается. Маленький ребенок. Сейчас уже большой, но все равно за ней нужно следить. Да, да, да. Дом оставить тоже нельзя. Дом оставить нельзя, собаку оставить нельзя. И начинается одно, второе, третье. Мы в ответе за тех, кого приучили. Да. Если бы мы были одинокими эгоистами, и однозначно можно было бы отсюда за копейки, реально за копейки даже по любым зарплатам, меркам летать, как наши строители, которые строили нам этот дом. А на выходные уезжали ездить на лыжах во Францию или улетали в Рим по скидке. Помнишь, были постоянные маляры уезжали, помнишь, да? И мы еще поражались, как так, вот он красит тебе стену. А там 22 евро билет или 25 евро. Мы еще на выходные в Рим там куда-то еще. И много не надо. А нам много надо? Ну, мотылька. Ну, нет. Нам тоже много не надо. В том-то все и дело. Нам много не надо. Курбан из Дагестана передает привет. Дагестану привет. Да, привет. Мне были там. Хотелось бы съездить. Я не была. Я был, но я был, когда был в Азербайджане. У меня было там в рамках тест-драйва, мы немножко проезжали, заезжали. Ну, нет, конечно, вот я в Дагестане и Чечне интересная дверь. Я тоже хотел бы съездить. Страны, которая хотела. Или это, получается, не странно даже. Неправильно я сказал. Но все равно, тем не менее. Так, значит, поздравляю с 25-летним совместной жизнью. Это уже было в августе еще. Так, насчет корейцев согласен, Алексей пишет. Как относитесь к тому, что дети повторяют ошибки родителей? Как вы относитесь, как мы относимся к этому? Повторяют ли наши дети? Да хорошо относимся. Я ошибки своих родителей не повторила, ни одной. Я, наверное, тоже, кстати. Да, я не знаю. Мы, кстати, не сталкивались. Иван ошибки тоже не повторил. У него свои ошибки. Да, ошибки все же со временем. Время идет и меняется. Ну, ошибки новые, да. Да, нет, у нас нет проблем. Про вино опять спрашивают. Какое вино на столе? Как относитесь к французскому? Какое мы рассказали уже? Это будет в записи. К французскому? Ну, давай, наверное, ты скажешь. Я говорю. Не очень. Я не очень прохладно отношусь. Мне кажется, оно какое-то пустотелое. И я не очень люблю. Как и испанское. А? Как и испанское. Нет, испанское, оно более такое... Кеткое, что ли. Я не очень люблю испанское. И французское тоже не очень. Люблю итальянское. Хорошо скажу. Кстати, сегодня в новостях, Евроньюз смотрел, французы протестующие остановили испанские фуры сегодня с вином. Да. Пооткрывали краны, вылили все вино, разгромили ящики. Потому что виноделие во Франции терпит сильнейшие спады и убытки из-за того, что испанское дешевое вино идет. Более того, так как сейчас у них там даже элемент патриотизма есть употреблять французское вино. Да. Уже поставляют из Испании вино в цистернах, разливают во Франции и продают как французское. Да, да, да. Я тоже об этом знаю. А французские виноделы терпят... И экспортируют из Испании вино и продают его как французское. Да. Поэтому Франция и Испания, они даже похожи немножко по винам. Вот в Парижском видео, где мы были, там чуть-чуть есть про вино. Вот. Но в целом я, что французское, что испанское, если будет выбор, я выберу итальянское. Что, собственно говоря, и происходит сегодня. Так, спрашивают, столик покрашен под ржавчину? Столик не покрашен под ржавчину? Он реально ржавый. Здесь все такое, пять лет и мебель на выброс. Да меньше даже, вот я думаю. Да. Я имею в виду вообще любая мебель пять лет и на выброс. Металл. Металл, да. Потому что мы сидим на алюминиевых стульях. Это уже какая? Третья покупка наша, да? Ну вот эти стулья, они вечные. У нас сначала была деревянная мебель, она где там у нас валяется под лестницей. Потом купили железную. Купили общее, потому что жара и... Все заржавело. Теперь алюминий. Теперь алюминий. Это такой кафешный алюминий. Причем никто не хотел эти стулья, потому что такие стулья стоят в кафе. Это ужасно, конечно, выглядит, но зато они не ржавые. Зато они просто стоят вечно и все. Я хочу все купить. Столик, все будет в итоге алюминиевое. Так что ржавчина настоящая, столик реально на выброс. Я думаю, что это и звездный час его. Да, я тоже думала, что к следующему лету его здесь уже не будет. Я думаю, может быть, даже и к Новому году. Да? Какая прелесть. Так. Спрашивают насчет нелегалов, пишут на всю Распании опять. Насчет нелегалов. Считаю, что если не лентяй, то и легалом быстро станешь. Тем более сейчас два года ожидания, а не три. Да. И работу найдешь. А если на стройку не хочу и вообще дайте мне документы, то хз. Угу. Совершенно верно. Да, вообще полностью согласен. Абсолютно. Так, добрый вечер. Кто не боится работы, тот здесь устроится и станет, и язык выучит быстрее всех, и работу найдет. Алексей спрашивает. И станет легальным. Ярослав, привет, где открытки? Помнишь, мы должны были открытки? Да. Мы с тобой на почте были, когда тебе сказали, что этих открыток... Да, я причем спросила. Я говорю, Ирина, надо отправить Алексею открытки. Все, вот бумажка, все. Открытки продаются в книжном магазине. А, в книжном даже. В книжном даже. В книжном магазине. Вот надо ехать до книжного магазина. Ну, либо в китайском магазине, там есть обычные открытки. Можно? У меня есть крутая история. У меня в этот четверг выйдет видео, вот грядущий, на канале Аллегрия. Я шел по городу по лоб. Мы снимали влог. Причем такой риолторский влог, он смешной, он понравится всем. Я, опять, не рекомендую, не настаиваю на подписке на Аллегрию и так далее, но рекомендую посмотреть видео. Мы шли прямо по городу по лоб, по старому, и я вижу, валяется, я думаю, фотография прямо под ногами. Она, ну, я думаю, интересно поднимаю. Она такая, на нее пару раз тут наступала, она такая, и понимаю, что это чистая открытка этого, по-моему, городка по лоб или каких-то соседних городков. И она старая, каких-то 80-х годов. Видимо, кто-то выкинул. Да. И она просто валялась на парковке. А это все на видео, я все снимал. Так. И где эта открытка? Я это снял. Эта открытка лежит у меня в машине. Угу. И если я ее не потерял, это, мне кажется, классная открытка, которую можно как раз отправить. Почему? Марки продаются на почте. Причем надо мной все ржали. Я иду, снимаю камеру, говорю, о, открытка. Все так смотрят, типа, ну, странно, что он валяется. Я говорю, подписчику отправлю. И такой дружный хохот, типа, жмот нашел открытку на помойке. Подписчику, говорит, отправлю, ему как раз подойдет. Я еще как-то так сказал. Да. Вот. Я думаю, просто она с историей. Надеюсь, что я ее найду и смогу ее отправить. Ну, вот это. Как обычно. Ну, как бы, если мы наладим поставку открыток, то я смогу это делать чаще. Надо пойти. В книжный магазин и купить уже дюжину открыток. Сколько категорий у тебя? У тебя только одна категория. Нет, почему? Нет. А что у тебя еще? А какой-то там еще что-то типа того. Да ладно, у тебя нет никаких больше категорий. У тебя только легковая еще. Конечно, ты ничего не сдавал. Это у меня. У меня есть мото и у меня есть трактор. Помнишь? Это же из-за водроцикла. Из-за водроцикла. Да. Так что тут одна. Почему? Мне там, кажется, две категории открылись. Да нет. Я меняла права. У меня там две категории стоят почему-то теперь. Спрашивают про Lexus Cabrick в Москве стоит. Не продаете? Нет. Не продаем. У нас есть знакомый. Иси. Все знают. Андрей, с которым мы ездили. Он был видео. Викарями по Европе называлось это видео. И он сейчас меня настаивает, просит эту машину продать. Уже как бы давно. Я ему как бы в очереди... Хлеба не просит. Стоит в паркинге. У нас на транзитах. На транзитах. Пусть стоит. Только дорожает. На чем ездите, Иван, спрашивает Вячеслав Бадогин. Иван? Да, еще пишут про Эстонию. На Kia Rio Иван ездит. Иван ездит на Kia Rio. Kia Rio подарили ему на 18 лет. Как первую машину отдали на самом деле. То есть к твоим подаркам отдали эту машину. Это Kia Rio первого поколения. Рестайлинг, универсал, автомат, кондиционер. Отдали ему со 115 тысячами. Пробега. Это машина, которую покупали мы новую. Водителю. Водителю. Машина была наша. И эксплуатировалась, и обслуживалась нами. И когда бизнес в Москве был закрыт, эта машина отошла ко мне, как часть несправедливой, но раздела имущества компании. И мне было жалко от нее избавляться, потому что мы ее знаем. И пробег 100 с копейками для старой машины. Иван ездит, кстати, он доволен. Причем он очень сильно довольный. Сказал, он сейчас хочет покупать себе новую машину. Да. Октавию, помню, да, сейчас просмотреть себе? Ну, Октавию, ты посмотрел, он опять смотрит какие всякие новые. Вот эти маленькие. И не хочет продавать эту машину. Сказал, что я ее себе оставлю, она у меня любимая, она у меня первая, я продавать не хочу. Ну, дорого не продашь. Ну, потому что она в хорошем состоянии, она все обслуживая. Она не битая, не крашенная, она прям хорошая машина. Ну, как бы да, вот он на ней получается… Ну, это первая машина, а на какой еще машине ездить, чтобы научился? Да это вообще мажор, на самом деле. У него были какие-то первые притертости, сразу причем. Поэтому, слава богу, что… Причем он учился на механике, у хорошего инструктора в Бутово нам помогал, Андрей инструктор присылал мне видео, у меня есть на память, как он там водил. Я хотел, чтобы он научился ездить на механике, а потом уже на любой автомат, что угодно. Он умеет ездить на механике, ездит хорошо, на мой взгляд. Мнение мое по Субару, спрашивает Евгений Воропаев. Я считаю, это диагноз, владею Субару правой рулищей, друзья считают слегка ку-ку. Ну, в принципе, это такой же диагноз, как и BMW Субару, отчасти. Да. Расскажи, что у меня тоже была машина Субару. Кстати, да. Ты помнишь? А ну-ка, давай расскажи, что ты помнишь. Что я помню? Ну, хорошая машина была, она не ездила с большим универсалом. Как же она называлась-то? Ну, самая популярная Субару. Небольшая импреза она называлась. Точно, Субару импреза. И она была у меня на механике. Я на ней долгое время ездила. А почему мы ее заменили? Я бы на ней так и ездила. Я тогда забеременела. У меня уже было месяцев пять беременности срока. Из-за механики? Из-за механики. И мне Рослав подумал, что мне неудобно, хотя мне было нормально. Еще она была двухлитровая. Сейчас вспоминаю полный привод, она прям вообще была. Да. Поскольку я занималась строительством дачи, в тот момент я постоянно ездила за город. Из Москвы ездила. А, у нее еще были колеса 18 дюймов, как бы диски большие. И, ну, как бы все вместе, я думаю, не для загорода машина. А мне нравилось, что она была универсал, потому что откроешь багажник, все туда загрузишь, какие-то там, я помню, постоянно то бочки, то не бочки, строительные смеси. В общем, я постоянно не моталась. Она была очень довольна этой машиной, но Рослав вдруг решил ее заменить. Помню, даже плакала. Говорила, не продавай ее. Такая хорошая. Ты через раз плакала про машину? Нет. Я каждую свою машину любила, влюблялась, мне не хотелось ее продавать. Но ты вспомнишь, что каждая эту машину справедливость и ради тебя не хотела покупать сначала. Я не хотела Subaru? Нет. Хотела, потому что до этого у меня был Mitsubishi Kolt. И когда после Mitsubishi Kolt появилась Subaru, это было что-то такое, конечно, подъем для меня. Ты можешь был Mitsubishi Kolt? Да, да, конечно. Кольта был Mirage. Нет, не Mirage, это был, знаешь... Proton у меня был. Proton. У меня был Proton. 315. Это малазийский. Малазийский, но это Кольт. Безумная машина, конечно. Я ездила на Proton и, кстати, тоже была очень довольна. Люди, наверное, не знают такую машину. А был такой момент, когда поставляли в Москву, в Россию, был официальный дилер малазийских автомобилей Proton. И на них невозможно было найти запчасти. Они были кольтами. Все подходили. Все подходило, но кроме кузовных. Кроме дверей, потому что там были чуть-чуть как-то двери больше. Ну, какие-то детали кузовные не подходили, я помню. Он же был купе. Купе, да. И поэтому там двери были чуть шире, по-моему, чем у обычного Кольта. Или нет? Там не двери, там капот, зазоры, зазоры, фар. Ну, неважно, как бы это все детали. Я эту машину не била, на всякий случай. Мы ее купили, эту машину подбитую. Чуть-чуть подбитую, да. Ну, она просто как всегда подкупила тем, что она была практически новая. Я сказал, вот такая машина Proton. Она на ходу была, у нее был загнут клювик капота, сломанный крепеж и фар. По-моему, какая-то одна фара была у нее. Сейчас все поставлю от Кольта. Да. А потом, оказывается, фара не подходит к капоту, капот не подходит к бамперу. И, короче, пришлось менять всю морду. Потом это все не вставало на телевизор, вот перешлось колхозить крепление радиатора. В общем, короче, машина чуть коснутая, на ходу, с одной треснувшей парой. В итоге у нее морда от Кольта вся была. Да, от этого. Такой, конечно, конструктор получился. Но машина была, кстати, отличная. Очень красивая машина была, очень комфортная. Я с вашим удовольствием ездила. Мне приятно стоить на ней об этой машине. Ну, так же, как и... А Subaru, да, это диагноз. И правый руль, я уверен, у Евгении этот Subaru, потому что у него комплектация праворукий Subaru гораздо богаче. Они там прям... Там есть такие бомбические комплектации для внутреннего рынка. Наверняка, что еще и на автомате. Ну, конечно. Конечно. Хотя, даже если на механике, это тоже свой стиль. Ну, да, слегка ку-ку. Как бы, но это хороший такой ку-ку, если нравится. Я считаю, как бы, я такие вещи понимаю и уважаю. Я считаю, что больше ку-ку, это когда покупают что-то, что не могут себе позволить. Были, когда правый руль вообще был в целом. Были люди, которые покупали машины с правым рулем и пытались убедить окружающих в том, что им это нравится. А машина, ну, блин, вот говно-говно, вот прям не скажешь, но по-другому. Почему? Я так никогда про машину не говорю. Я говорю про то, что машина не отличается от такой же европейской, может быть, даже еще хуже. Ну, с правым рулем. А человек говорит, у меня там японская сборка. Да такая же японская сборка у такой же точной машины, такой же бедной какой-нибудь там Короллы, вообще никакенной. И тогда, да, я считаю, что тут правая руль не оправданная. Вот это ку-ку, когда ты не признаешь. Бедность не порог, безусловно. Можно купить машину с правым рулем. И я сам покупал праворульные машины в своей жизни. Только потому, что это было дешево, это было надежно, это был маленький пробег. Одна из моих первых иномарок была Toyota Sprinter. Мы с тобой ездили на Карине. Помните, долгое время ездили на Карине, а потом у нас был Mark II. Mark II, Карина, все праворульные машины были. Мы ездили на Селигер. Причем, Mark был потрясающий, да. Ну, Mark реально был крутой. Очень крутой. Хороший был Mark. Как и те, кто смотрели ролик, вспомнят. Мы, кстати, с нормальной судьбой его продали. Он был с телевизором в те годы. Помнишь, там Губин у нас пел? Да, да, да. Все поражались. Включаешь, а там был 99-й год. Помнишь, какой там велюр был комфортный? Велюр вот такой вот толщиной, как бархан был. Он был, по-моему, ярко такого синего цвета и серым салоном. Ну, цвет, да, по-моему, такой был. Фиолетовый был. Ну, да, фиолетовый с серым салоном. Потрясающий был. Да, Mark был классный. Хороший был Mark, короче говоря. Так что правый руль, да. Так у нас был Вилл ВС. Какая машина космическая. А, да, да, да. На улице люди останавливались. Кстати, да, желтого цвета. Ярко-желтого цвета. Весь в обвесе. На 3rd-шных дисках там огромных. Вилл ВС, кто не знает, посмотрите. Я на ней почти не ездила, поэтому не могу сказать. Вот ты ездил, да. Это был 2001 год. Я только как пассажер ездила. Когда выходишь из этой машины и тебе нужно издавать звуки, как роботы. Она была причем полностью тонированной. Ты делал вид, что ты все-таки... А с другой стороны я не вылезал, нет? Через неделю в темноте. Все тонировки не видно, вылезался. Она была полностью тонированная, потому что она была ярко-желтого цвета и такие же черные окна у нее были. Вилл, как по желанию, W-I-L-L, а потом ВС. В, Виктори, С. И посмотрите, что это за машина. Если начало 2000-х, 2001 год. Она была новая, если ты помнишь. Да, абсолютно новая. Она просто новая была. Она была привезена из Японии на заказ. Новый. И стоила она 18 тысяч долларов. Это недорого было, потому что это молодежная машина. Но это и недешево было. Но для того времени это было практически близко к стоимости однушки. Да. Однушка стоила 25. И это была действительно классная машина. И с левым рулем не было ничего подобного. Не существовало. Поэтому правый руль, особенно когда он оправдывается комплектацией, я до сих пор это понимаю и уважаю. Так. Спрашиваешь, что с 15-м айфоном? Смотрел прошлый стрим, не помню, что вы упоминали. А вот с 15-м айфоном Валера же должен был привезти нам 15-й айфон. Да. Такие у нас летают. Но привезет только в декабре, потому что в Америке такой же предзаказ. Причем я не понимаю, как так получилось. Потому что Валера даже прислал скриншот. Там ожидание, по-моему, 5-7 недель даже сейчас. Но многие здесь в нашей деревенской деревехе купили эти 15-й айфон. Ваня сегодня купил в Москве. Ну, в Москве понятно. Слушай, в Аллегрии купили ребята в офисе. Руслан купил здесь и заказал. Просто ему пришел по почте и все. Релиз в пятницу, в понедельник ему приходит этот айфон. Наверное, вот это плюсы и прелести как раз нашей деревни, что можно было здесь. Сейчас, наверное, тоже уже ожидание какое-то есть. Ну, короче, пока не торопимся. Вот у нас идет стрим старенький. Надеюсь, пока хватит скорости у него интернета, потому что я смотрю, что квадратики сыпятся. И аккумулятора, что самое главное. Потому что нас сейчас смотрят около 600 зрителей. И аккумулятора нам хватит в пределах полутора часов под два часа. Так что нам надо с тобой... А сколько сейчас уже времени? Мы болтаем. Ты болтаешь? Да. Ты долго еще будешь болтать? Долго еще будешь болтать? Да. У меня уже рука устала. Да, да. И сейчас пошел, да, и стукнул по телефону. Кто не знает, тот когда-нибудь да увидит этот ролик, когда начал вести блог. Его как только сейчас не... Да. Смешной очень чувак, который пытался вести блоги. Мама снимала его на старой декабиле? Мама снимала, да. Долго еще будешь болтать? Река видишь? Я долго. рэк видишь какой еще рэк горит и долго еще будешь болтать я долго любимый ролик про наш семейный стрим потому что нас почти постоянно так болтать заходит про хендай пишет что взял мотор митсубиси решил их модернизировать но получилось так себе же 4kd яркий пример ухода с и на канале подробно глядно разбиралась ну да наверное о том что я и говорю что показал днк с парашюта эдуард александрович он показал кстати ты же видела больше меня ты же меня теперь цыганом называет у тебя 11 процентов чего там балканской балканы балканы больше даже 11 у меня финн а балканов 15 да 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 ну поэтому теперь цыганом я хотел финном быть но получил на самом деле у меня получается страны балтии основной 40 процентов у тебя россия украина балтия финны и балканы вот что тебя россия украина всего 30 процентов но это не всего это это много но как бы я думал что больше просто так смотрю вас зима наступает пишут потому что мы так оделись нифига нет нет сейчас холодно но я сижу мне завтра будет 30 плюс 3 данных шорты но волка вечером уже прохладно вечера прохладные кстати уже с открытым окном спала сегодня да 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 наверное потому что кондиционер я видел тоже не как бы не работает когда ночью ходил тут с нашими этими упавшими ночью же грохот какой-то был думали домовой как всегда шалит оказалось что это главный автомобильный вопрос к ирине евгений медеев автомобиль мечты твой и в испании в москве это будет равный выбор ну нет конечно какой автомобиль мечты у тебя ну ты знаешь что я хочу лексус конечно я хочу rx я хочу rx ярослав не хочет покупать он бензиновый он большой же он у нас не было nx а давай попробуем nx гибрид nx 300 можно я люблю вот так как она рождается я люблю большие машины он не настолько большой и nx не настолько маленький я думаю тебе понравится nx стоит задуматься об nx я думаю это электрические автомобили а в испании в москве это будет равный выбор ты бы там этапы хотел нет конечно я бы хотел и там и там да lexus обязательно ну как обязательно мне просто нравится мне комфортно так спрашивает человек посоветовать для европы британия семейные авто для трех человек глаз полно ford kuga phv ваше мнение или что-то другой в классе или чуть выше но печь не куга хороший да как бы речь идет о машине которая чтобы тебе было тоже понятнее тем зрителям кто не понял какой модификации машина которая поддаряжаемая электрическая то есть это не гибрид эта машина с небольшим пробегом на электричестве но в целом своем она бензиновая для маленьких пробегов ты можешь видеть на электричестве я не знаю сколько у куги но это бывает машина с пробегом там от 20 там до 40 70 80 километров на электричестве то есть если ты ездишь у себя по району вот например у нас каждый вечер за это же вот жалко что у лексуса тоже нет таких моделей я бы такую машину я бы взял такую машину если у вас маленькие пробеги среднесуточные ежедневные у вас есть возможность заряжать эту машину то мне кажется это отличный вариант то есть вот наша электричка и 3 она все-таки электричка как таковая и бензиновый мотором вспомогательный и когда у тебя работает за генератор и с маленьким баком все-таки ты немножко ограничен все равно я уверен там как бы все время заправлять далеко ты не поешь тебе будет некомфортно хотя я периодически думаю о том что надо съездить куда-то и снять про это видео и развеять этот миг что это сложно но просто будем останавливаться каждые там полтора часа это не так сложно если заправки в пути а я так начинаю волноваться когда заканчивается бензин у меня как а вот здесь волноваться не нужно потому что здесь машина с полноценным баком 60 литров до или там 70 и у тебя электричество по местности покататься а потом может про него забыть ездить а у нас как раз другая история я считаю что хорошая машина если тем более глаз пал как бы хороший выбор адекватная жена находка для мужчины пиши на валера какой наш валера до вадим из подольской передает привет ирине а потом это я и ярослава прическа ирины огонь пишет валера беляев до благодарю примитива это хорошая вина пишет одесситр славик 177 пишет вообще вы в театр там не ходите театр у нас здесь один и основной актер там панин это не шутка не знаю рассказать или не стоит на что ну вчера мне рассказали историю про то что было был спектакль ска была пример нет этого дано скрывай сплетни местные наверное очень хорошо ну ты расскажи совсем недавно был спектакль называется скамейка где в главной роли панин еще одна какая-то известная актриса я не знаю я не была это зрители рассказали да мне сказали зрители непосредственно опять выступил короче от первого лица до вышел абсолютно пьяный на сцену и первое действие было вел себя неадекватно забыл естественно слова роль весь такой какой-то прям мокрые неухоженные слова забыл да и после того как был антракт не нас к этим пришел себя умылся с мокрыми волосами вышел в конце конце вспомнил роли и отыграл может даже и неплохо он хороший до реально артист он целый спектакль целый спектакль то есть полтора часа вел себя неадекватно и даже был момент когда он сказал там просите зрители вы можете уйти мы вам вернем деньги что там такое но было неприятно я не знал даже жаль жаль конечно пить нельзя алкоголь да причем он периодически завязки мы встречаем как бы он иногда городок то маленький центр тоже маленький и сидишь кафе и люди проходят и примерно там всех знаешь видишь и были моменты когда панин ходил и я не пью я не пью я вот причем видно по нему так собрался даже виду что человек по-другому выглядит но периодически видимо срывается на сожалению я считаю что это неуважение к зрителю выходить таком непотребном виде на сцену не отыгрывать роль потому что люди одну ему потом было стыдно но это ничего не менее билеты стоят денег и они дешево стоят плюс это все в евро ну сколько на евро пятьдесят наверное стоит нет я думаю гораздо меньше билет стоит я думаю евро 15-20 не думаю в общем такой у нас театр дорогой славик 177 сколько бы это не стоило в любом случае за неуважение к зрителю вот что я считаю так так успел присоединиться пишет полон всем привет под северенским мостом все сервисы разогнали это даже я там была по северенским мостом это вот где у нас по моему там блокать японская разборка даже или мерседесовская может быть мы на самом деле столько посетили серийные разборок и сервисов и прошли такие моменты в жизни и кстати ведь начнем с чего да так немножко по мажорному выглядит история нашего знакомства машина там 24 mercedes то есть я там я ездил на реально крутой машине но правда это было практически все что у меня было мы жили очень скромно ходили на оптовый рынок это произошло мы познакомились девяносто восьмом году потом мы уехали отдыхать на мальту на мальте мы отдохнули я был с моторовой стартак вообще такой это все что у тебя было мне кажется это поскольку ты был молодой стартарь я был 23 года это надо было обязательно иметь к нему у меня было бы кроме у меня много чего было у меня были всякие там рыбак памп nike nike air у меня много чего было телевизор у меня был большой nokia как у нашего сына с тобой в 20 лет самый лучший айфон лучшие кроссовки сумка louis vuitton и так далее вот а что у него еще кроме этого есть ну машина должна быть хорошая короче дело-то в чем нет на самом деле у меня был уже тогда бизнес и мы занимались перевозили машины и я неплохо рос и прямо это поднималось мы возили машины автотрейд гмбх был такой даже с немецким юрлицом из литвы нет это было не из литвы мы гоняли из калининграда и из германии потом как бы ну когда как выгоднее получалось иногда калининград собрали дешевле было выгоднее у них здесь хорошо шоу-бизнес зарабатывались деньги неплохие деньги они пускались все в оборот мой оборот был на момент знакомства с тобой там тысяч наверное 60 долларов на троих саши и там еще только мой мерседе сто 25 да конечно на котором мы ездили конечно ну на какие деньги мы потом купили квартиру в том числе как бы на эти деньги спустя еще три-четыре года как это были накопление которые крутились и их просто не мог вынимать но вспомни 98 год кризис все это хлопнуло машины дорогие не нужны у меня были деньги в русском кредите помнишь был банк я этого не знаю я ходил я был там среди этих обманных у тебя было 200 долларов и больше ничего это было после мальты дорогая ты еще не знаю как бы не произошел кризис видимо пустил пыль в глаза пыль была не просто так она как бы она имела подоплеку я не просто там тратил последнее дело в том что в итоге мы вошли в совместную жизнь с достаточно большим минусом скромным бюджетом с отрицательным балансом вообще и мне я сначала открыл разборку авторазборку я решил что наши партнеры из калининграда с которым раньше гоняли дорогие машины все попали с ними открыли втроем мы решили что будем брать у них бочки восьмидесятки мы решили специализироваться там модная машина была открыли разборку на разборке работали сначала помнишь два сотрудника почти вы сами я был подожди я буду типа директор сначала вот чем сидел я открыл разборку и решил что ну не будет разборка я буду и управлять я вел как работать разборки потом все стали красть если ты помнишь у нас несколько сотрудников наших так называемых сотрудников кавычках встречались на метро с клиентами привозили генератор стартер брали за них деньги пропивали исчезали я не помню про сотрудник я помню что вы там втроем ты и саша и паша прошла прошел месяц я стал работать сам да а так как были дикие пробки так как мкат стоял уже тогда я ездил на метро садился на метро конькова ехал до метро в днх у меня бывали форма тогда 146 новая между прочим я ездил либо на ней либо между прочим тоже стоило там денег этих на было у нас не было этих денег и я ездил на метро с каким-то бутербродом помнишь мы брали с собой что-то в гараже там чайник и сами крутили гайки пилили болгарками я ехал назад ну как обычный среди всех работяг потому что это было в днх а мы на платформе лось в гаражах сидели ребята меня забирали я приезжал на днх они забирали на машине и везли ну то что там тяжело было добираться и все мы пилили продавали зарабатывали реально очень мало много было минуса там тоже были попадосы а покупали продукты на оптовом рынке там постоянно были попадосы постоянно были попадосы постоянно были какие-то вложения то нужно микроволновая печь чтобы там ели то нужна какая-нибудь горелка обогрелка чтобы там чуть не глотну из горла то есть у меня уже такой вот сработал рефлекс да то еще что-то был то есть ты постоянно работал на эту как ты еще работал на эту разборку ну да на самом деле я скажу так у меня было не так все плохо как как у других людей которые вместе со мной работали но я не хотел тратить у меня есть такой комплекс я не хотел тратить что у меня как бы есть я не имею права это моя прослойка такая жировая но она не для жира а для того чтобы на нее работать дальше я не мог проживать то что я заработал раньше в этом и комплекс было и поэтому мы жили действительно очень скромно и года три пока вот не сели на праворуке машины пока не пошел бизнес с автомобилями новый пока не появились битые машины пока я не переквалифицировался скромно ладно не буду хотя сказать кармель помнишь диски ну ладно конечно конечно пиратские диски контрафактную продукцию я лично ездил продавал у меня были свои собственные клиенты уже мистер оранж если когда-то увидишь привет это я с папой мистер оранжи больше постоянно да 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 короче диски тогда печатали наши друзья в зеленограде завод был почему говорили волосков держал по моему нет ну не знаю я подробности мы все равно были на маленькой очень роли а продавали и покупали на продавали оптовые скидки а мы продавали мини оптом это мы перепродавали мы были это были диски большей частью для playstation 2 тогда один и для пищи естественно для bm pc да это были и просто пиратские игры которые все на горбушках видели везде тогда это не не было так как пиратку а я день на болванки помнишь отдельно коробочку мы собирали диски и мы собирали диски сидели дома разбирали вынимали вот но это был бизнес чтобы заработать он не приносил денег это был бизнес то прожить но про прожить то есть я имею ввиду да это были копейки реально потом из него вышли и слава богу так ладненько дальше что у нас пишут северенский мусс так ярослав на автодоме на автодоме нет не хочу не мое автодом не нравится идея попробовал пообщался посмотрел я не знаю что имели ввиду ярослав на автодоме может это вопрос может это предложение автодом к сожалению не то что я думал раньше где угодно остановился где угодно там то есть тебе мало того что у тебя есть своя там канализация вода есть свои сложности да с этими резервуарами ты еще не может просто остановиться тебе нужно остановиться в определенном месте специальном на автодоме заплатить за это близкую к отелю стоимость за обслуживание за заправку всего и потом на этом автодоме ты не можешь никуда въехать потому что тебе он огромный ты не запаркуешься как правило парковки ты приезжаешь куда-то вот такие стоянки они за городом тебе до года опять нужно на этом на автобусе либо вызывать такси вовремя нам объяснили пишут 8 евро вино копейки в ирландии более-менее прилично 10 12 евро ну да в ирландии другие цены ну в испании свина и потом 3 евро какой там ты любишь человек шляпе как ну не будем знать как он называется что можно сказать у нас не такой стрим который запрещает человек шляпе я назову так интеллигентно говно вино так и пишется говно да но я назову интеллигенту человек шляпе кстати она вообще 3,85 что ли 4 евро да ну как но это прикольно очень подлично за него спрашивать извините что проснился позже это запись интервью это не интервью это стрим это лайв можете писать свои вопросы напомню что я со своей супругой ирины какие-то вопросы возник это не соседка пришла за солью и попал на эфир разоблачил ярослав ирина сейчас 3 веке премьера кино я богини на русском ходили уже спрашивает андрей петров пошли знакомые девочки приятельницы я не смогла потому что сказал что на сегодня будет стрим хотела собиралась спас девочку твоей компании да им повезло кто ирина по специальности кем работает но по специальности никогда не работала закончил институт как и могу работать специальности в родила ребенка и не работала ему хозяйка ну скажем так до домохозяйка а сада или как называется это воспоминного спонят им на сама доказать формально домохозяин до домохозяин у нас банки налоги платишь ты до налоги плачу я потому что у меня там то что у тебя все оформлено было потому что у меня и по и я здесь импресарио ну неважно специальность какая у меня специальность у меня называется закончила факультет у меня туризма гостиничного ресторанного хозяйства институт туризма и гостеприимства куда-то на тика собственно говоря и ездила сразу вспомнилась почему-то история она и про тика который мы начинали начали про дэо и про subaru про который нам говорили про импрессу у нас товарищ саша который тоже здесь живет как все упомянутые здесь сходятся моменты у него была subaru impreza turbo vrx это ну кто знает subaru они знают что такое vrx был дикий снегопад он ехал по мкаду в этот на этом vrx и позвонил мне по телефону сказал по-моему я видел твою ирину это она это какое-то безумие он он хорошо есть на машине он но vrx как бы он любит это первый снегопад не с того ни сего был как повалил что вот такие сугробы дэотика он стоит пробки вот так вот за носами с боковыми он говорит там пять курив бошек как он сказал трясутся внутри вот так вот за носами вот так вот по мкаду между всеми фигачат я позвоню время не мешая еду с подружками у нас 5 этих куриных бошек простите меня пожалуйста со скоростью там 90 в снегопад человек на vrx и с раллийным опытом еле тащится это обгоняет заносим управляемым на этом дэотика вот эта история на сюжете да 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 у нас было основное здание где-то на водного днх у нас было основное здание правильно а дополнительные факультеты на некоторые предметы шли в какие-то разные дни по-моему на кибальчичи что-то видимо оттуда я ездила видимо очень торопилась кибальчичи если у меня есть машина конечно всем надо до метро и домой или куда-то еще и конечно машину прыгнули и поехали путешествовали на автодоме нет не путешествовали намного общались с лави 177 поправляют республики когда я сказал про страны про чечню и дагестан спасибо хотя я их воспринимаю как странный больше мне слово республики она более архаичное она как-то из советского прошлого которого уже нету и ну я воспринимаю идентичность их республика дагестан я понимаю да но для меня это прям ну я надеюсь я никого не обиделся это называют странными но почему-то мне так хочется так когда серии про францию опять смотрел дикарем по европе вот я вчера у товарища ждал заказ из икеи вот илюшка купил домик здесь мой одноклассник и он приедет 21 числа в понедельник семьей сюда он живет берлине давно он уже я рассказывал про него он немец 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 прямо до москва костей и он заказал себе мебель и очень меня просил ждать мне с 16 до 22 надо было ждать заказ я приехал туда с ноутбуком написал статейку одну пока ждал только сел за монтаж видео и приехали доставили я не думал что не тогда ставит быстро не через там полтора часа где-то ближе к 6 вечера уже привезли если бы из икеи вчера привезли мебель позже я бы демонтировал первую серию франции пишет нам по традиции из кастана и привет увы не кастарика ну тоже хорошо привет ирине передавай денис владелец крауна это денис которому в америке встречались которые номера который нам помогал перевешивать вот да денис причем недавно с ним списывался по ватсапу буквально пару дней назад он на lexus все время ездил у него все время были вот новые lx и ну как бы фанат пересел на cadillac на эскалейт на новый прям прислал фотку могу не выглядит орловская область добрый вечер передает так сколько вместе тухлые инсинуации имеют быть место спрашивает вася или говорит вася у него вопросительного знака нет никакого наверное предположения есть у нас тухлые инсинуации имеют быть место тухлые инсинуации да нет вроде не тухлых и не свежих александр айковский поражает странные люди живя во франции я бы купил citroen ds5 да и причем он не citroen александр он ds сам по себе ds это марка премиальная саб-бренд как lexus то есть это как говорить я бы купил toyota lexus rx 300 вот ds это как бы блин офигенные автомобили простите за мой французский вот ds я бы тоже купил ds мне нравится и гибриды это очень богатый крутой француз хайфа израиль пишет как относитесь китайским электромобилем видите ли их перспективы не только в китае в израиле уже достаточно много джили и билайди всем мир это важный кстати комментарий израилю в том числе все мир и про китайские автомобили я говорил не раз перспективы не только в китае однозначные в россии джили много скептики ну да там понятно почему импортозамещение здесь в испании очень много сейчас электричек уже посмотри сколько линька к я сначала ведь смотрел на это линька к мне нравился те фотки присылал даже говорю может быть такое возьмем не так дорого стоит а потом их столько стало я просто я не хочу потому что их очень много очень много была идея попробовать мои видео поснимать и для себя потом я стал смотреть им джи видео я присылал группу тоже м джи z какая-то новая модель вышла это же китаец но бренд м джи куплен сейчас британский поэтому есть ореол определенные в этой машинке но мне нравится что это все-таки м джи а не какое-то трудно выговариваемое название то есть у него какие-то там корни ну хотя бы исторически и я понимаю что да китаец они ну пусть и китайцы села всех пробовать всех побьют всех побьют однозначно так ребята вы крутые пишет на влад и мир спасибо ярослав ирина добрый вечер виталий бабой где хотели бы побывать и еще где мы хотели побывать еще 600 человек ждут ответа я хочу какой-то я бы хотел на мальдивы никогда не было на мальдивах и хотел бы вот этот тюлень и отдых белые пески мальдивы океан валер нам рассказал про гавайи помнишь но это все таки то что ты хотела бы побывать ты бы хотела там отдохнуть отдохнуть это немножко другое вообще побывать я думаю это южная америка мне кажется это австралия новая зеландия южная америка это три места которые периодически обсуждаются черная африка тоже было бы интересно да потому что не как они не совсем черные там а при кине дате по марокко это северная африка все равно нет марокко это цивилизованная африка нет она не цивилизованная и поверь ней так называемая черная африка она может быть даже более местами цивилизованные чем марокко но марокко друга это это все-таки Северная Африка, ты говоришь про другую Африку, да? Я говорю про черный день, не буду говорить. Спрашивают... Что там ты улыбаешь? Нет, пишет человек с ником A.U.Y.A. Это, кстати, хороший и прекрасный ник, то есть это конец алфавита, то есть ему надо было отвечать от А.Б.В. Да, ABC. А, да, А.Б.В. Да, Ярослав, мне эту открытку не присылай, спасибо заранее. Может быть, это как раз... Ну, раз это пишет A.U.Y.A., а не тот человек, который мне собрался присылать. Ярослав, стоит ли инвестировать в небольшую квартиру в море в Испании? Смотрели на Лазарь на побережье Франции, но уж очень дорого. Подпись Ян Вайнрух. Нет, конечно, шучу. То есть это, знаете, было бы такое-то самое, типа, чтобы я сказал, ну, конечно, стоит. Вот компания Алегрия предлагает прекрасную недвижимость. Мы всегда ржем на эту тему, потому что как Яну не нужна моя реклама, так и мне не нужна реклама у Яна, или какое-то сотрудничество коммерческое. Мы дружим, но, тем не менее, я их рекомендую. Скоро будем соседями. Да, буквально 200 метров, да, меньше, наверное. И дом Яны. Сегодня мы с утра встречались, у нас уже там все. Причем я сказала, почему ты не позвал Яна к нам на кофе? Ян как-то, ну, говорил, да пойдем попьем кофе Ярослава. Ярослав утром гулял. Да. Я говорю, почему ты не позвал Яна? Ну, слушай, ну, потому что, как бы, потому что у всех бывало своих дел полным-полно. Ты уезжала тоже на свой завтрак. Ну, ты боялся, что я непотребное видео буду с утра. Я считаю, что, как, слушайте, даже не я отвечу, ответит Марк Твен, который говорил, что стоит инвестировать, покупать землю у моря, ее больше не производят. Вот вы ключевой момент сказали, что у моря, и не только, может быть, Испания. В принципе, я считаю, что вот я анализирую на понятный мне период времени назад, как менялась стоимость недвижимости и как она росла относительно прибрежных районов. Это везде происходило. Это можно взять даже морок какой-нибудь, там, с Касабланкой. Можно взять, мы там тоже обсуждали, помнишь, там много иностранцев, там много европейцев. Да, очень много. Море всегда дорожало и будет дорожать, и будет стабильно пользоваться спросом. Француза там очень много, но это логично. Смотрите, вот та же история с вот этой ревьехой нашей, несчастной деревней, в которой мы находимся. Здесь всегда покупали исторически, как бы вся Европа покупала недвижимостью моря. Когда были деньги, была возможность, очень много россиян покупали. Когда началась война, стало покупать много состоятельных украинцев. Сейчас новый поток израильтян. Я говорю про русскоговорящих. Потому что я это знаю. Я не знаю, как это происходит в других сегментах. Я пока снялся, да. Потому что происходят события, и люди понимают, что относительно этих событий... Я не хочу говорить про мировые катаклизмы, про войны, про вирусы, про беды. Хочется все время верить, что это все закончится, и опять наступят счастливые 80-е и 90-е. Для мира счастливые. Не надо ассоциировать обязательно с Советским Союзом. Потому что в целом мир был добрее и лучше, и все время хочется в это верить. Но что касается недвижимости, у моря она всегда будет в цене. И это ваша инвестиция не только для себя и в себя, для своего отдыха. Это какой-то капитал, который можно сохранить. Я так скажу коротко, что море это магнит для всех. Всегда был, есть и останется. То есть эта недвижимость всегда будет в цене. Всегда. В любой момент, когда понадобятся деньги, вы продадите ее. Плюсом с минусом, но всегда отдадите. Потому что все хотят жить у моря. Или хотя бы приезжать. Можно добавить, что смотрели на лазурном побережье Франции, очень дорого. Виталий, еще не только дорого, еще дорого содержать. Это очень важно для меня. Основным фактором, мотивирующим, когда мы здесь обосновались, мы могли себе позволить, причем, несмотря на то, что нас убедили на кредит какой-то. То есть мы взяли на квартиру. Нам не хватало немножечко денег. Немножко не хватало. Но нам сказали такой копеечный кредит, что грех вообще. Даже если будут деньги, лучше брать. Ну давай скажем, мы взяли 35 тысяч кредит. Ну да. У нас был 35 тысяч кредит, ипотека у нас была, не кредит. Ну я так называю. Это была наша первая ипотека. Я не играл никогда с этим. Я мог бы в принципе с этой ипотекой не связываться. Надеюсь. И я к чему говорю? К тому, что самый главный для нас фактор был, когда нам сказали, что эта квартира будет обходиться максимум 1000 евро в год. Я потому что спрашивал, сколько будет стоить закрыть эту квартиру и не приезжать. Ну вот так получилось у меня. 330 она нам обходилась, или 350 в год по налогам. Коммунидат. И налог какой-то копеечный. В общем, евро 600, 700, 800. Да нет, какой там... Не, ну электричество, вода, еще минимальные платежи были. А, ну да. Ты считаешь разве? К коммуналку это не входит. Нет, ну все равно. Ну коммуналка хорошо. Ты платишь под 1000, что у тебя это есть? Раньше 27 евро, по-моему, стоила коммуналка и бедрола. То есть это электричество и контракт, я имею в виду. Это обязательный платеж. И сколько стоила вода, огломет? Ну тоже что-то такое, 27, по-моему. Или 32. Дело в том, что купив такую же квартиру на Лазурном берегу, вы будете платить, ну раз в пять больше за содержание. У меня на тот момент тоже знакомые убеждали покупать квартиру в Майами. Помнишь, покупал... Миша? Миша. В Майами? Да, в Майами он тогда покупал. Да, нам говорили покупать в Черногории квартиру. Нет, в Черногории, ладно. По 200 тысяч долларов тогда можно было купить в Майами. Сейчас эта квартира стоит 400 или 500. Ну там какая-то скромная. Но она выросла, конечно, безусловно. Но за эти годы он столько отдал за ее содержание, за налоги. И он туда не ездил. То есть она все равно на круг получилась не очень логичное вложение. Испания хороша с точки зрения вложения в недвижимость, если есть деньги, тем, что она не жрет ваши деньги. Да, она может дорожать. Хотя хорошо, что подорожало. Она может дешеветь, потому что происходит кризис. Но в целом вы вложили деньги в достаточно стабильную валюту. Это бетон на берегу моря. И он ваш. И он не требует от вас много денег. Поэтому я считаю, что для меня это как бы да. У меня есть тоже личный водитель, жена пишет. И я так. Ирина, если вы меняли права, у вас теперь B и B1. Вот, точно. Вот. Алекс Офф. Большое спасибо, Алекс Офф. Ирина, привет, вам шикарно смотритесь. Благодарю. Ирина, одна часто на авто ездила далеко за МКАД. И были ли какие-то поломки авто? Всегда. Я почти всегда езжу одна. Я очень люблю есть одна. И за МКАД, и не за МКАД, конечно. Ирина, одна ездила в Италию? Я в Италию одна ездила, отсюда села и поехала. До куда я доехала? Не знаю, куда там ездила. В Венето, что ли, ты ездила? До Сан-Ремо, мы жили под Сан-Ремо, а, конечно, я поехала под Милан в Олдлето, само собой, поэтому, да, до центра Италии доехала. Машина просто хорошая была. Да, на лекции ездила. Были ли какие-то поломки авто в том же вопросе? У тебя ломались? Ну, у тебя ломались машины по причине какого-то там... Ну, ломались, конечно. Относительно ломались. Большей частью мужик бы решил этот вопрос на трассе. Я либо пытаюсь пояснить по телефону, либо все-таки мы вызываем эвакуатор. Был разряд машины у Ай-3 здесь. Один раз не так давно. Я писал об этом в Фейсбуке. Это было этой зимой, я прекрасно помню, повезла сына в аэропорт в 5 утра, возвращалась в 5 утра, не подключился бензиновый двигатель почему-то. Потому что надо было его включить. Нет, он должен автоматически включаться. Ладно, мы не будем это обсуждать. Я вот, меня сломалось, вызвала эвакуатор, меня привезли сюда в 6 утра. Час я простояла, пока я пыталась завести машину. Вызвала в итоге эвакуатор, меня привезли сюда на эвакуаторе. И последняя поломка у меня была тоже сюда, в Испании приехала на эвакуаторе. У меня почему-то прокололось два колеса в Эльче. Прокололось два колеса. Поехала купить Ярославу подарок, сюрприз, компьютер какой-то старый. Какой, скажи, компьютер? Амстрат. Амстрат, да. Очень какой-то там супер дешево. Ну, как супер дешево? Я считаю, что это очень дорого. Даже за те деньги, которые я купила, тоже дорого. Давайте я расскажу эту историю, знаешь как, по поводу того, что... Ты сейчас расскажешь о своей стране. Нет, 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 нет. Ты рассказал, что проколола колеса. Да, ты их проколола. Я хочу рассказать о технической помощи на дороге в Испании. А, ну расскажи. Ты же мои же слова расскажешь, правильно? Ну, конечно. Ты мне позвонила, сказала, проколол колеса. У нас страховка, в которой включена техпомощь на дороге. Два эвакуатора в год. Два эвакуатора в год и техпомощь. Я говорю, слушай, надо позвонить, вызвать техпомощь. Они заклеят колеса, сделают, жгутики поставят. Если прокол. Она говорит, два колеса. Я говорю, ну, значит, два жгутика поставят. Сначала я увидела одно колесо, вызвала техническую помощь. Потом я смотрю, вышло, окажется, два колеса спущенных. Но это неважно. Приехала ко мне техническая помощь. Ты будешь рассказывать? Давай я, потому что у меня есть свои комментарии. В общем, приехали с докаткой. Какая может быть докатка? Нет, как не докатка, как это называется, когда лебед... Как это вот... Куда машина передними колесами должна оставать? Докатка это у машины? Да нет, ну типа прицепа. Прицепчик был такой. Да, я понял, частичная погрузка. Да, частичная погрузка. А, естественно, так нельзя. Неважно. Я хотел другое, ребята, рассказать, совсем другое. Приехал специалист испанский, техпомощь. Он специалист. Это не просто вызвали кого-то там, знакомого мужчину испанского. Ему было бы простительно. Он приезжает, говорит, колеса проколоты. Ну да, проколоты. Запаска есть? Полезли, смотри, есть ли запаска. Вскрыли, блин... Мы вдвоем полезли. У меня там компьютер. Ну нет там никакой запаски, конечно. Стали компьютер перекладывать в салон. Все это вот так. Там мотор, рейнч экстендер, в i3 нет запаски. Начнем с этого. Они ее не нашли, нашли рейнч экстендер там внизу. О, запаски нет, что? Ну тогда у вас два колеса, в общем, короче, нельзя. В общем, смысл в чем? У вас жара 40 градусов. Да. Машина на аккумулятор, кондиционер разряжается уже. Конечно. И ты стала чувствовать себя некомфортно? Я 6 часов там просидела. На этой жаре? У меня всегда в машине есть вода, всегда покупаю блоки с водой, кладу их назад. И почему-то вдруг я открываю багажник, и именно в этот день ты зачем-то выложил воду. Ну, воду я, может, и выложил, чтобы освободить багажник, потому что блок мешал. Я думаю, может быть, сюда компьютер придется поставить. Да, да, да. Я никак не могу договорить для того, что я хотел договорить. Прости. Когда мне сказали, что техническая помощь уехала и не попыталась сделать колеса, я не понял, почему. Почему они не пытались сделать? Как он тебе объяснил? Попытался это объяснить? Никак. Он сказал, я вызову эвакуатор и отвезу вас в автосервис. Куда он везет? Я сказал, в автосервис, мне не надо, везите меня домой. Ребят, через 6 часов Ирина была дома. Вот с такими волосами, с такими глазами. Вот с такими взмыленными, с выпущенными глазами, метровыми шагами пошла пить воду стакан за стаканом. Машина на эвакуаторе на спущенных колесах, чавкающая резина, вот это все прожевывающее. Эвакуаторчик такой же с выпущенными глазами, жара 40 градусов, ставит машину. Что делаю я? Я еду в китайский магазин. Просто машина, это далеко, поломка была. Я приехал бы с дела даже далеко. Просто я ждал до последнего, что либо починят колесо, либо быстро придет эвакуатор. Я не хотел ее мучить, где там 5 часов или 6. Я поехал в китайский магазин, где у нас тут продается промтовар хозяйственный. За 3 евро купил набор, где жгут и вот этот вот шило. Снял колеса на домкрате прямо там же. И к вечеру все колеса сделал, жгутики поставил. Да. Собрал, накачал. Это было когда? Сколько времени назад? Ну, не знаю, месяца 3-4. Но с тех пор машина прошла еще, наверное, в 10. На этих же колесах. На следующий день ты все сделал. Я не понимаю, почему испанская техпомощь не сделала банальные жгутики. Просто это настолько банально. И вот машина продолжает ездить. Сначала приехал один, потом он сказал, я не могу ничего сделать. Вызле другой эвакуатор, который тоже ждал часа или полтора. Ребят, они дебилы. У меня нет других комментариев. Это правда. Не может техпомощь не иметь жгутиков для этого. Потому что мне тут объясняли защитники, говорили, что они не ставят жгутики, потому что это небезопасно, это сдуется. Это уже второй вопрос. Вот продолжает ездить, я жду, когда сдуется, пока ничего не сдувается. Но, блин, столько времени провести, они тратят свое топливо. Это же люди получают зарплату. Они же приезжают, уезжают. Пасов, тот человек не мог просто, ну, наверное, он не догадался. И он думал, что у меня одно колесо спустило, поэтому он хотел поставить мне запаску, понимаешь, да, либо докатку, и я бы на ней уехала. А когда он приехал, увидел, что у меня два колеса, ну, мягко говоря, прифигел и вызвал поэтому эвакуатор. Потому что он не собирался... Два жгутика он не мог поставить. Там было не два, там было четыре, но неважно. Он не собирался чинить машину.